Привет! Сейчас почти 6 часов утра, и этот рассвет мы встречаем в Кабуле, столице нового, никем не признанного на данный момент государства, Исламский Эмират Афганистана. Сюда, в Афганистан, мы въехали 11 сентября. Дата круглая и зловещая. В этот день, в 2001-м, террористы взорвали в Нью-Йорке башни-близнецы. Это стало поводом для США и их союзников вторгнуться в Афганистан. Спустя 20 лет американцы спешно покинули эту страну. Здесь, в Кабуле, говорят немного иначе. Трусливо бежали. В власти пришел талибан, запрещенная практически везде, да и в России, организация. И это стало неожиданностью для всего мира. В том числе для афганцев, американцев и даже, как мы тут выяснили, для самих талибов. С тем, что происходит сейчас в Афганистане, много параллелей с Октябрьской рабочей-крестьянской революцией. Большевики, матросы, солдаты, рабочие, красноармейцы казались господам в цилиндрах такими же дикарями, какими сейчас весь мир воспринимает талибов. Ведь многие из них малограмотные крестьяне и скотоводы. А этот лозунг «Долой царя», а потом и убийство Николая II со всей семьей. Это ведь форменный экстремизм и терроризм, если вдуматься. Международная изоляция, непризнание, дефициты ресурсов, арест счетов и активов – это то, что происходило в Советской России тогда. И то, с чем сейчас пришлось столкнуться новому государству – Исламскому Эмирату Афганистана. В этих параллелях, конечно, есть ирония, но только отчасти. Это база. Я Анатолий Сулейман. На мне местная национальная одежда «Пиран Тумбан» – шапочка «Поколь». Я хочу рассказать вам, что происходит в Афганистане, и показать жизнь его жителей. «Пиран Тумбан» Термес – самый южный город Узбекистана и один из древнейших в Средней Азии. Ему 2500 лет. На персидском его название означает «переправа» или «место перехода». Отсюда до пограничного пункта Хайратон, то есть до границы с Афганистаном, около часа езды. Изначально мы планировали попасть в Исламский Эмират через Пакистан. Но пакистанская граница была практически парализована тысячами афганских беженцев. Переход мог занять сутки, если не больше. Международные рейсы Афганистан тогда не принимал, а российских журналистов из федеральных газет и каналов завозили туда на эвакуационных самолетах в сопровождении военных и селили в Кабуле на территории посольства. В базе никто бы такой жирный подгон не организовал. Да и ездить под присмотром заранее оговоренные места не наш стиль. В итоге я нашел бывшего узбекского пограничника, он сделал пару звонков своим коллегам и подтвердил. Через Узбекистан пропускают. Главное, чтобы документы были в порядке. С документами проблем не возникло. Визы я и оператор Альберт заранее получили в афганском посольстве в Москве. Правда, пришлось подписать бумагу, что мы осознаем все риски и претензии, в случае чего, никому предъявлять не будем. Да и ладно. Таксист Рустам предупреждает, что граница близко и снимать уже нельзя. Проезжаем мимо Термесского военного полигона. В 80-е тут был один из крупнейших тренировочных центров. Еще два – это туркменские учебки. Кушка и Маары. Десятки тысяч советских солдат готовились здесь к войне перед отправкой в ДРА, в Демократическую Республику Афганистан. Исполнять интернациональный долг, так это называлось. У военных тогда была поговорка. Есть в Союзе три дыры – Термес, Кушка и Маары. Чуть позже у поговорки изменилось окончание. И еще одна дыра под названием ДРА. Последний год полигон в Термесе снова стал дико актуален из-за военных успехов талибов. Здесь постоянно проводятся совместные российско-узбекские учения. Самое крупное было в августе этого года, а самое зрелищное, почти год назад, опубликовано на YouTube-канале Минобороны. Вот российский и узбекский спецназ освобождает населенный пункт и захватывает главаря боевиков. Самое смешное в этом театре имени Сергея Шойгу даже не бедные ослики с овцами, а то, как типа террористы по киношному красиво падают. Надеюсь, на такие представления Минобороны не возят реальных актеров. Хотя, чего не сделаешь ради пиара. Мы проезжаем по мосту Дружба. До границы с Афганистаном остаются считанные метры. Пока закрыто. За моей спиной находится мост через реку Амударью. Он разделяет между собой Афганистан и Узбекистан. Чтобы вы понимали, Узбекистан там. Там находится пограничный пост Хайратон. Изначально мы переживали с Альбертом, с оператором, что не сможем пройти Хайратон. Почему? Потому что была информация о том, что узбекская сторона не пропускает именно российских граждан в Афганистан. И уже заворачивали российские группы россиян. Но все прошло хорошо. Мы в итоге проехали. Мы сейчас находимся здесь, на территории Афганистана. Здесь вы видите флаги новой власти. Вот эти белые флаги с арабской вязью. Это флаги Талибана. Ну, чтобы еще понимать, а что же изменилось вот здесь вот сейчас с приходом Талибана. Вот, пожалуйста. Здесь вот щит висит. И на этом щите были изображения трех человек. Изображение порезано. Все снесено. Ну, новая власть метла новая. Ведь метет по-новому. А вот еще, собственно говоря, сама граница. И она закрыта. Почему? Потому что сейчас у Талибов обед. Интересно, вот этот обед, он с 13 до 14, как в России. Или там есть какие-то нюансы. В общем, ждем, пока обед у Талибов закончится. И дальше поедем в Кабул. Кстати, забыл добавить, что мост дружбы через Амударью тот самый, по которому в феврале 89-го войска СССР покидали Афганистан. Командующий 40-й армией Борис Громов с сыном последними переходят мост. Эти фотки, символ окончания советско-афганской войны, в Рунете и на госканалах активно сравнивали с другим фото. Вот Крис Донахи, генерал-майор, последний военный США, покинувший Афганистан 30 августа 2021. Сравнение, конечно, было не в пользу американцев. Там цветы и улыбки. Тут ночь, одиночество и полный боекомплект на себя. Чуть позже, показывая обе эти фотографии афганцам, я услышал неожиданную фразу. Какая разница, с цветами в руках ты уходишь или с оружием, если и в том, и в другом случае речь идет о бегстве. У афганцев своя, совсем другая логика. А два месяца назад по мосту дружбы снова убегали. Афганские военнослужащие 14 августа побросали тут джипы и бронированные американские хамвеи после того, как талибы захватили Мазари-Шариф, четвертый по величине город Афганистан. Мазари-Шариф недалеко от Хайратона, всего в 50 километрах. Пробка из военной техники тогда растянулась почти на 900 метров. Эти трофеи талибы потом отогнали на свою территорию. Пока граница на замке, у ворот скопилась очередь. Обед плюс молитва. Спустя полтора часа из здания погранзаставы показались талибы. Теперь можно проходить. Новая очередь. В этом кабинете ставят въездные штаммы. Вспомните, как это происходит в большинстве стран. Обычно вы подходите к стойке с пограничником. Ваше лицо фотографируют, паспорт пропускают через сканер, просвечивают ультрафиолетом, проверяют печати, срок годности паспорта и визы. Заносят инфу в компьютер. Здесь все проще. Талиб-пограничник переписывает данные въезжающих в тетрадь. Как мне рассказали, потом специально обученный человек перенесет это все ручками в компьютер. Дело в том, что на момент нашего приезда в Афганистан все, кто ранее работал по эту сторону Хайратона, сбежали. Их заменили рядовыми бойцами талибана. Если кухарка может управлять государством, почему талиб не может быть пограничником? Однако возникли проблемы с базами данных. Не осталось тех, кто умеет с ними обращаться. Вообще, это проблема не только данного конкретного пограничного поста. Многие квалифицированные кадры уехали с американцами или бежали из страны. Талибан, конечно, призывает всех, кто остался в Афганистане, вернуться к своим обязанностям. Но менеджеры среднего и высшего звена делают это неохотно. Вдруг получится эмигрировать на Запад. Так кто ж тебя примет, если ты работал на талибов? С кем вы приехали? Водитель наш директор. Журналисты? На Древатор мне. Древатора. И на кого вы читали? Журналисты? Журналисты. Въездной штамп нам поставили в паспорта. Но уже спустя месяц, в октябре, на этом же пропускном пункте, журналисту американского издания The Daily Beast, помимо штампа, в паспорте выдадут еще и вот такую бумажку с печатью. Здесь написано на пушту. Это язык пуштунов самой большой народности Афганистана. Всем муджахидам, то есть воинам за веру, предъявителю этой бумаги вы не должны доставлять никакие неудобства. И хотя выглядит такой документ очень непрезентабельно, поверьте, проблем с талибами у американцев во время рабочей командировки не возникнет. А у нас заключительный этап – досмотр сумок. Их прогоняют через рентген и ощупывают вручную. Кстати, снимать на пограничных пунктах обычно категорически нельзя. Во многих странах запрещено даже фотографироваться. Но на афганском Хайратоне нам никто и слова не сказал. Свобода. О, смотри, какой этот броненик разбитый. Это же американский. Афганистане. Очень колоритный талиб поставил мне и Альберту въездные визы в Афганистан. Мне он поставил почему-то 12 сентября, хотя сегодня 11, и это отчасти символично. Он поставил почему-то 12, причем в графу, где должны быть сведения о детях моих. Ну ладно, я хочу сказать, что этот паспорт, скорее всего, придется выбрасывать, потому что я представляю, какие проблемы возникнут. Ну ладно, с визой, да, визу уже никто не даст, ни одну, наверное, ни в одной стране. А у нас даже при переходе, когда мы будем в Россию возвращаться, сколько нас, наверное, будут допрашивать и мурыжить наши уважаемые ФСБшники на границе. Это вообще сложно представить. Ну и нам сказать, что мы-то боялись, что проблемы у нас возникнут там, на посту. Однако оказалось, что снимать можно все, практически все, и без проблем совершенно. Вот мы проехали два поста, мы снимали талибы, все нормально, все хорошо, проезжайте, ребята, журналисты, никаких бумаг, никаких разрешений, ничего. Ой, пожалуй, сейчас самая главная опасность – это вождение нашего водителя, его зовут Джанага. Вот, мы едем с ним. Это настоящий афганский шумахер. И я надеюсь, что там ближайшие 7 часов, пока мы доедем до Кабула, они, в общем, пройдут в безопасности в итоге. Путь от Хайратона до Кабула, то есть с севера страны в центр – это почти 500 километров далеко не всегда асфальтированного шоссе. Когда-то дорожное строительство было второй по величине статьей бюджета, на которую тратилась международная помощь. Генералы НАТО и американские чиновники думали, что завоюют сердца и умы афганцев качественными шоссе. В итоге десятки миллиардов долларов закопали в землю. Дороги оказались паршивого качества. Очень быстро появились ямы, глубокие колеи. Во-первых, потому что афганцы, как и русские, пропускали эти бабки через цепочку субподрядчиков. Все экономили и безбожно набивали свой карман. Во-вторых, строители были вынуждены откатывать часть американских денег губернаторам провинций и тем же талибам за безопасность. Кстати, Талибану обычно доставалось меньше всего. И вот если представить, что губернаторы провинции – это российские чиновники, а талибы – силовики, легко понять, как Афганистан похож на Россию. Всего пару месяцев назад движение по этой дороге было очень рискованным для многих афганцев. Мобильные контрольно-пропускные пункты талибов тормозили автобусы и легковые автомобили. Искали военнослужащих или полицейских. Если находили, участь их была незавидной, как на любой войне. Армейские колонны на этой дороге обстреливали и взрывали. Однако теперь точно можно сказать, что поездка от Хайратона до Кабула практически так же безопасна, как из Петербурга в Москву. Все просто. Те самые бойцы талибана – некогда главный повод для тревоги на этом шоссе – теперь основная причина спокойствия. Они охраняют дорогу. Мобильные КПП талибов исчезли, вместо них появились официальные. А вот посты безопасности, построенные американцами и натовцами вдоль этой магистрали, медленно умирают. Над некоторыми развиваются белые флаги с шахадой, свидетельством о вере в исламе. Остальные разграбили собиратели металла. Со временем их сожрут дюны. Зато крупные военные лагеря получили вторую жизнь. Тут обосновались талибы. Едва мы начали снимать эту базу в провинции Саманган, на границе с провинцией Баглан, к нам сразу подъехали бойцы талибана и попросили убрать камеру. Если бы не белые флаги над базой, издалека и не поймешь, что теперь тут больше не находятся войска НАТО. Все фортификационные сооружения и техника, доставшиеся от американцев, в отличном состоянии. Почему бы не воспользоваться? По данным западных военных специалистов, к талибам попал внушительный арсенал стоимостью 85 миллиардов долларов. Талибан получил в подарок от правительства США 42 тысячи пикапов, 22 тысячи армейских внедорожников «Хамвей», 8 тысяч грузовиков и очень много бронетехники, почти 800 БТРов и 150 бронеавтомобилей. А еще 65 тысяч пулеметов, 350 тысяч автоматов и 170 артиллерийских установок. По мелочи. Но это, пожалуй, единственная запрещенная в России и в мире организация, у которой есть теперь своя авиация. 33 вертолета Ми-17, 33 американских черных «Ястреба», 4 военно-транспортных самолета «Геркулес» и 23 бразильских штурмовика «Супер Тукан». На самом деле вертолетов и самолетов попало меньше. Часть из них угнали афганские пилоты, спасаясь бегством. Часть повредили сами американцы. А к тем, что остались, нужны запчасти, обслуживание, ну и управлять ими тоже нужно уметь. Не так давно американцы смеялись над этим видео. Черный ястреб в аэропорту Кандагара нарезает круги по земле, потому что летать талибы не умеют. Зря смеются, кстати. Талибан выход найдет. Наймут пилотов и механиков, работавших на прежнее правительство. Запчастей на черном рынке море. Короче, даже с оставшимся арсеналом можно Украину завоевать. Или Таджикистан с Узбекистаном и Киргизией в придачу. Чекпоинт? Да, чекпоинт. Но видео, а? Но, но видео. Пока ехали в Кабул, нас останавливали на разных чекпоинтах около десятка раз. Проходить досмотр на постах очень помогла эта бумага от Министерства информации и культуры. Здесь указаны имя и фамилия, и здание. Талибы назвали нас база пресс. Журналисты должны получать такую аккредитацию в ведомстве лично. Российским репортерам ее помогает сделать наше посольство. Я поступил иначе. Заранее написал в личку в твиттере спикеру и одному из лидеров Талибана Забиулему Джахиду. Предупредил, что мы приедем. Когда талибы только пришли к власти, Забиулла отвечал на сообщение. Потом твиттер заблокировал его учетную запись. Спикер дал свои контакты в WhatsApp и рассказал, как можно получить аккредитацию для съемочной группы. Знакомый продюсер в Кабуле сходил в министерство, сделал разрешение и отправил мне скрины. Очень вовремя, потому что скрины с аккредитацией мы получили в последний момент, стоя у ворот афганской границы. Позднее мы записали интервью с Забиуллой. Почему я так подробно рассказываю об этом? Полное интервью с Муджахидом ранее было опубликовано на нашем YouTube-канале. Вы можете посмотреть его отдельно. И многие стали писать в комментариях, что попасть в Афганистан, а также взять интервью у одного из лидеров Талибана, база могла только с помощью ФСБ или Минобороны. Даже мои знакомые искали какой-то подвох. Только все оказалось проще. К Кабулу мы подъезжаем чуть за полночь. Еще три месяца назад эта дорога вымирала к вечеру. Таксисты и водители фур старались завершить маршрут до того, как стемнеет. А это последний крупный пост талибов перед въездом в столицу. Больше нашу машину сегодня не остановят. Кстати, бойцы Талибана обычно охотно позировали на камеру. Правда, они всегда при этом думали, что Альберт снимает фото. Слава алейкум. Первая точка наших съемок в Кабуле – музей в Национальном архиве. Здесь хранятся древние афганские эротические миниатюры. Была надежда, что сюда еще не заявились бойцы Талибана, и мы успеем снять пикантную коллекцию до того, как до нее доберутся новые власти. Не судьба. При старых, 25-летней давности талибах миниатюры хранились подпольные. Если бы тогда коллекцию обнаружили, ее бы уничтожили, а хозяина ожидала тюрьма. Сам музей и вовсе не работал. При американцах его снова открыли и взяли под защиту государства. Это здание в Кабуле называют Аршав, то есть архив, национальный архив. Сам архив находится недалеко, а вот здесь, кстати, вот это здание строили русские когда-то. Здесь сделали такой небольшой музей, в котором находятся вещи все там архивные, да, которые там имеют какую-то, ну, представляют некую ценность. Сейчас он закрыт на замок. Вообще, мы хотели сюда приехать, чтобы снять миниатюры афганские эротического такого содержания. Они древние, разные, очень интересные. Женщины с ослами, ну, в общем, такой дикамерон, скажем так, Бокача в картинках. И музей закрыт, сами талибы говорят о том, что они закрыли его на замок, чтобы отсюда ничего не украли и не спихнули потом, не подумали, ну, на самих талибов, да. И есть еще одна такая особенность. Работников в музее нет, потому что сейчас в Кабуле, в Афганистане рабочий день не устаканен. Он до часу. Все ждут, пока сделают этот день до четырех, до пяти часов. И тогда работники выйдут сюда, и талибы обещают, что все вот эти вот картинки эротического содержания, миниатюры, они останутся, и никто их не будет убирать. Ну, посмотрим. Раз не можем попасть в музей, хотя бы пообщаемся с его охраной. Ни один из этих талибов в музее никогда не был. У тех, кто постарше, за плечами среднее образование, в основном религиозное. Есть даже высшее. Молодые же, как правило, либо вообще не учились в школе, либо доучились до второго-третьего класса. Смартфоны у всех китайские, у большинства кнопочные телефоны. Из мессенджеров предпочитают WhatsApp. Там все общение и обмен прикольными видосами. К соцсетям вообще отношение двоякое. С одной стороны, это развлечение, отвлекает от служения Богу, значит, должно быть под запретом. С другой, Новый Талибан и сам прекрасно освоил работу в соцсетях. И вовсю пиарит себе в Твиттере, Ютубе, Инстаграме и даже ТикТоке. Со стороны это похоже на какой-то ритуал. На самом же деле, театр одного актера. Гулам снимает ролики в ТикТоке, а это задумка для его очередного видео. И он приглашает меня поучаствовать. Что за мой роль? Я не знаю. Он херой. Херой – он херой. Он может быть в УССР. А, окей. Он может выглядеть как-то, где ты пришел? Я борюсь с тобой. Окей, я просто в УССР. УССР, он может быть в Мужахе Талибан. Он спрашивает тебя, где ты пришел? А, окей, окей. И я спрашиваю, да? Да. О, окей. О, окей. О, окей. О, окей. Да. Закончится это видео для ЮЭС-армии хрестоматийно. Гулам дергает себя за воображаемое кольцо на воображаемом поясе смертника. Давайте сделаем это. Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста, нет. Это не хорошо. Это технология. Это технология. Нет, нет. Мы говорили с ним, с талибанами, мы говорим, что это люди. Они не понимают, что это такое. Нет. 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 Талибанами. 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 Нет. Нет. Талибанами. Талибанами. Нет. 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 Цвета национальной одежды символичны, серый – цвет волка, черный – разбойничий, цвет ворона, зеленый – праздничный, синий – благородный и так далее. Коричневые оттенки в моем пиране – цвет льва. Тут самое время сказать «ауф», но боюсь фальшивлю. С размерами чуть-чуть ошиблись, потому что обычно мужчины в Афганистане, когда делают, шьют себе там на заказ пираны, то они измеряют и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Но я просто сказал ширину плеч, в итоге вот здесь у меня предплечья достаточно узкие получились. Ну, ладно. Вот так. Вот так и вот так. В принципе, нормально же, вроде бы. Нормально. Вот. Так. Теперь будем надевать штаны. Я вам уже говорил о том, что нам изначально показалось с Альбертом, с оператором, что штаны эти не по размеру, но на самом деле они по размеру. Все спасает ситуацию. Вот такие вот веревки. Их обычно продевают специальными приспособами, у нас их нет, поэтому используем просто тупо ручку в качестве такой вот вспомогательной детали. Так, теперь выравниваем. Выровняли? Ровно. Следующая хитрость. Завязываем вот здесь вот такой вот узелок. Потом концы связываем друг с другом, как обычно это делают афганские мужчины. Вот. Не, не, не. Слишком дольство. Вот так. И вот так. Теперь, собственно говоря, что здесь нужно сделать? Раз. Узелок. Завязали. Когда нужно развязать? Дернули за веревочку. И тумбан открылся. Большинство афганских мужчин носят тумбаны без трусов. С апреля по ноябрь здесь очень жарко. Трусы пропотевают и начинают все натирать. Но я все-таки не до такой степени хочу вжиться в образ. Два. Все? Не падает? Не? Нормально. Ну все. Я теперь в тумбане и в пиране. Пиран-тумбан это называется еще. Так. Это у меня десмаль. Его используют в качестве, вообще, носят с собой, как платок и на голову, когда очень жарко, если нужно протереть рот, да и в качестве полотенца, да и в качестве дофигачего. А это уже поколи. Поколи делают из шерсти ягненка или верблюда. Популярными на весь мир эти шапки стали в 80-х, во время советско-афганской войны. Их носили маджахеды. В горах было холодно, поколи разворачивали на голове и засыпали. В свернутом виде такая шапка тоже удобна, как берет. Во-первых, она защищала от, скажем так, солнца, да, такой козыречек здесь небольшой. Ну, а во-вторых, опять-таки, когда ночью нужно спать, в ней тепло. Единственная проблема, все, кто носят поколи долгое время, там, 7-10 лет и дольше, у них вот здесь вот появляется лысина, потому что, ну, жарко, и, видимо, волосяные фолликулы испытывают какое-то колоссальное давление. Волосы начинают выпадать. Теперь от афганца почти не отличить, но осталась одна важная деталь. Нужно подвести глаза с урьмой. Многие афганские мужчины, в том числе и талибы, наносят на глаза с урьму без зеркала. Ну, это уже такое что-то привычное, да. Раз-раз и побежал дальше. У меня не получится, я, честно говоря, никогда это не делал. Сейчас попробую, вот как-то так-то должно быть. О! Идеальная стрелка получилась. Надо же. Так, стоп. Вот так. Оп. Вот так зажимаешь. И вот так ведешь. Да? Ну, здесь смазалось чуть-чуть. Давайте. Ну, в общем-то, теперь, теперь я, теперь я ничем не буду отличаться, наверное, от талибов и от многих афганских мужчин. Разве что у меня стрелка вот поехала. Надеюсь, мне это простят. За время нашей поездки мы встречали многих талибов с подведенными глазами. Но использование сурьмы, во-первых, не означает принадлежность к талибану. А во-вторых, это делается не для красоты и не говорит о гомосексуальности мужчин. Продавец сурьмы на рынке рассказал, что она защищает глаза от инфекций, песка, солнца, а детей бережет от сглаза. К тому же в исламе, в священных для мусульман текстах, есть рекомендации наносить на глаза сурьму для улучшения зрения и лучшего роста бровей. Пророк Мухаммад и сам наносил ее кисточкой на глаза на ночь. Здесь разные приспособления. Вот она вот такими вот камешками, вот она в мешочках. Вот это вот специальная вещь, ну, чтобы ее подводить. Здесь ее можно держать, здесь, 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 это сурьму, да? Ну, то есть разные способы вообще. И девушки подводят, и парни подводят глаза, да? Сейчас в Афганистане подведенные сурьмой глаза признак сельчанин, крестьянин. Среди городских вы редко такое увидите. Горожане, если и наносят сурьму, то обычно смывают перед тем, как выйти в люди. Еще ее используют в основном в южных районах страны, там, где живут пуштуны, самая многочисленная народность Афганистана. Талибан – это вообще преимущественно пуштунское движение. Неделю, если ты каждый день будешь подводить глаза, если каждый день, неделю, 7 дней, отношуешься к работе к лицу. То есть вот одна такая спичка ее хватает на 7 дней. Стоит она 20 афганий? 30 афганий. Но в переводе на российские деньги это где-то приблизительно 20 рублей. 20-25 рублей, где-то приблизительно так. Почти то же самое. Давайте возьмем. Если у тебя, например, глаза слезятся, или у тебя глаза болят, или есть какой-то микроб, что глаза покраснели. Говорит, ночью мажешь, утром встаешь, глаза белые. Да, да. Ну как, пойдем на митинге. Если денег, говорит, у них тут такой рывочек, ну этот, обычай. Если, говорит, деньги не берешь, то я тебе деньги назад там так забираю. Но ты должен говорить, нет, спасибо. Нет, нет, спасибо, спасибо. Тушукур, тушукур, тушукур. Костям всегда так предлагают, типа если денег нет, бери. Тушукур. От тюрьмы на глазах я быстро отказался. Вот национальную афганскую одежду носил каждый день. Она действительно удобна для жаркого климата. Плюс не привлекает внимания в толпе. Да и попрошайки меньше атакуют. А их на улицах Кабула огромное число. В основном дети и женщины с детьми. Они сопровождают машины на дорогах, подходят на рынок. Тысячи афганских семей лишились своих кормильцев, мужчин в ходе 20-летнего конфликта. Единственный выход для многих – просить милости. Проблема в том, что если вы подаете кому-то одному, будьте готовы дать денег и другим. Потому что рядом с вами очень быстро соберется толпа. Продолжение следует... Если говорить про афганский стрит-фуд здесь, в Кабуле, то номер один – это булани. Булани – это такие вот лепешки с начинкой. Начинки, как правило, это либо картошка, либо так называемая гандани. Гандани – это такая местная трава, смешанная с луком. Либо можно смешать картошку и гандани. Вот здесь у меня картошка и гандани смешанные. Как обычно это едят? Просто подходят, покупают, взяли и макают в приправу. Здесь помидоры, здесь чеснок, перец, здесь уксус, красный перец. Ну и, соответственно, это все едят. Немного остро, но, в принципе, вкусно. Иногда к этому габулани добавляют еще шамбани. Это кислое молоко, сюда добавляется вода. И мята с огурцом. И соль еще. Собственно говоря, это все наливают и выпивают. Такой бодрящий, бодрящий достаточно напиток получается. Тут рядом буквально в 10 метрах мусорка. Ну и вообще надо понимать, что вот стритфуд афганский для европейского желудка может быть очень губительным. Вы можете отравиться в два счета. Я чуть-чуть подготовился, принял интеразгель. У меня с собой таблетки от отравления. Я надеюсь, что ничего не случится. Бодрящий очень такой напиток. Теперь буду надеяться, что ничего не подпочу. Курут это такой сухой творог, он как камень буквально. Сыр, творог, да, с солью. И, кстати, весь кайф в том, что он очень долго хранится. Берете его, ну как обычно его едят? Его либо грызут, либо там могут добавить в горячую воду. В каждой провинции он свой. Ну там какие-то, может, специи добавить. Формы разные бывают, да, у Курута. Вот, пожалуйста, на 20 Афганей я попросил его сделать мне Курут. Ну, убитые деньги афганские. Вообще вещь. Твердый, вкусный очень. По вкусу, я не знаю, если вы когда-нибудь пробовали овечий сыр, он очень похож. Овечий соленый сыр. Только он твердый. Конечно, это далеко не все блюда уличной еды. Есть еще всевозможного вида кабобы, есть сладкий сок из стеблей сахарного тростника, есть жареная в залее соли кукуруза, джавари, плов, лепешки, они называются ноун, и многое другое. На ютуб-канале База вы можете найти полное видео про стритфуд в Кабуле. А вообще, обзор на еду в Афганистане сложно делать без определенных лекарств. Перед поездкой мне настоятельно советовали взять с собой таблетки от отравления, тошноты и диареи. Дело не в грязных руках, у мужчин здесь они как раз чистые, люди очень религиозные, молятся пять раз в день, и перед молитвой обязательно совершают омовение. Проблема в жаре, в открытой канализации, в мухах, которых здесь огромное количество, и в воде. Сами афганцы обычно предупреждают, лучше пить бутилированную. Воду здесь преимущественно добывают из скважин, которые бурят по всему городу, в том числе и на рынке. Местным она не доставляет неудобств, но для здоровья приезжих это иногда прям фаталь. В Кабуле то и дело можно встретить вот такие вот шайтан-машины с молотом, они пробивают колодцы, землю для того, чтобы достать воду. Дело в том, что в Кабуле водоснабжение центральное, и канализация центральная. Есть только в тех микрорайонах, которые когда-то построил Советский Союз. Во всех остальных местах этого ничего нет, и поэтому люди заказывают рабочих вот с такими установками, пробивают воду. Раньше можно было пробивать колодцы на глубине до 60 метров, была вода, да? Но сейчас вода ушла еще глубже, и теперь колодцы нужно пробивать на глубину от 100 до 150 метров. Абдул с помощником пробивают воду для торгового центра. Здесь на пятом этаже есть мечеть, поэтому воды нужно еще больше. Работы тут на 20 дней, и за каждый метр им заплатят 700 афганей. По итогу получится 85 тысяч афганей. Это чуть больше 70 тысяч рублей. Опасно вообще работать вот с этим устройством? Есть какая-то опасность для жизни, когда вы работаете здесь? Это установка самодельная, и когда ты работаешь на ней, есть очень большой риск. Это опасно, потому что если застрянет наш вот этот молот, и мы его не сможем вытянуть, придется 150 тысяч афганей заплатить, чтобы его достали. А вообще вот тут может слететь ремень во время работы, вот этот трос. И человек, который рядом стоит, может быть ранен или даже убит. После еды и воды самое время почистить зубы. Нет, здесь не будет рекламы зубной щетки или жвачки, разве что небольшой продак-плейсмент дешевого местного отбеливателя для зубов. И да, нам за это не заплатили. Это такой покойный дандан называется, для отбеливания зубов. О, продают вот, пожалуйста, на улице, рядом мешок. Подходишь, платишь. Вот один такой флакончик стоит, сколько? 20? Чандас покойный дандан. Бесерапа, бесерапа. 20 афганей. Ну, это, короче... Надеюсь, он руки помыл. У меня, по-моему, ничего не отбелил ты вообще. Ну, вот видишь. Чуть-чуть отбелила. Чуть-чуть отбелила. Она имае снимает? Нет, нет. А, хорошо. Состав какой в этой теме? Китайская тема? Чайна, чайна. О, китайской теме доверять это, конечно, вообще. Ладно? Чайна или квайт. Понятно. Чайна или квайт. Тем временем, пока мы гуляли по рынку, нас заметил мобильный пикет талибов. Боец талибана по имени Муаттабар внимательно проверил нашу аккредитацию. Муаттабар переводится как «надежный человек». Но это был единственный раз за всю поездку, когда я не чувствовал себя в безопасности. Потому что зажать калаш своими коленями, воткнув его дулом вниз в землю, не самый надежный способ обращения с автоматом в толпе людей. Но Муаттабар молод, ему всего 19. Он пуштун, но воевал лишь раз в боях при городе Газни на юго-востоке Афганистана. В талибан ступил год назад. Вырос в селе, в школе никогда не учился. В столицу попал впервые по приказу в конце августа. Впервые попробовал здесь мороженое. Очень понравилось. У него нет инстаграма и других соцсетей. Глаза подведены сурьмой, на голове длинные волосы, но не растет борода. И это по-настоящему печалит Муаттабара. Потому что, согласно исламу, борода должна быть у всех мусульман. Вы знаете игры PUBG, Call of Duty? Играете в какие-то игры компьютерные? Я играл в PUBG, я играл в Call of Duty, я не играл в Майнкрафт. Вы знаете таких звезд? Том Круз, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Кэндал Дженнер. Какие марки оружия вам нравятся больше всего? А что касается пистолета? Почему нравятся Калашников и ТТ? На ногах Муаттабара гепарды, кроссовки пакистанской фирмы Сарвиз, любимая марка обуви талибов. Вообще-то они предназначены для бега и довольно популярны в Азии, но оказалось, что и для войны в горах очень даже ничего. Линейка появилась еще в начале 80-х и до сих пор является одной из самых продаваемых компаний. Гепарды от Сарвиз бывают двух цветов черного и белого, желто-зеленая окантовка. В 80-х такие кроссовки носили маджахеды, воевавшие с СССР. В 2000-х эстафету переняли талибы, воюющие со штатами. Американские разведчики даже вычисляли своего врага именно по гепардам. На местных рынках командиры закупали для своих бойцов по 200-300 пар обуви в СССР. Их стоимость в Афганистане от 13 до 25 долларов, и служат они обычно не больше года. Муаттабар с товарищем прикреплены к рынку пули хишти. У них здесь типа мобильного поста, состоящего из трех человек. До прихода талибов порядок на этом рынке охраняли около 20 полицейских. Тут воровали телефоны, деньги, часто бывали случаи грабежей. Поэтому кажется, что три человека для безопасности такого большого рынка точно мало. Однако за почти что три недели, пока Муаттабар с другими бойцами талибаны работают здесь. Самое серьезное преступление, с которым сталкиваются посетители пули хишти – это кража банки с газировкой. Начальником Муаттабара зовут Шир. В талибане уже 20 лет. Побывал во многих боях с натовскими войсками. Дважды ранен. Родом из провинции Пактия, на границе с Пакистаном. Пуштун. Закончил 9 классов. Пользуется кнопочным телефоном, не использует соцсети. Любимая марка оружия – автомат Калашникова и пистолет Макарова. Все страны боятся очень талибан. Почему? Потому что вот как раз за ту историю их 20-летней давности, да, скажем так. Он как человек, который уже 20 лет в талибане, он может сказать, сейчас что-то изменилось в талибане или нет? Мы такие же люди, как вы, но если они верят в Бога, только Бога надо бояться. Ничего и никого больше не надо бояться. Мы ни с кем не воюем, мы никого не убиваем сейчас. Мы хотим, чтобы в Афганистане было процветание и спокойствие. Мы не хотим, чтобы кто-то пришел в нашу страну с войной, но мы не хотим приходить с войной в другие страны и нападать на других. На часах 16.30 и скоро базар опустеет. Дороги Кабула заполняют вечерние пробки. Между машин шныряют подростки, торгующие значками, нашивками и белыми флагами талибана. Покупать такой сувенир опасно для здоровья. Символика новой власти Афганистана в России признана экстремисткой. Можно получить срок, если что-то такое у вас обнаружат в сумке предосмотрения. Черно-красно-зеленые триколоры прежней власти в Кабуле тоже пока еще висят на многих улицах. Из-за этого складывается ложное ощущение двоевластия. На обоих флагах можно видеть шахаду, свидетельство о вере в единого Бога и в миссию пророка Мухаммада. Иностранец запутается. Новый Исламский Эмират Афганистана и прежняя Исламская Республика Афганистана. В чем разница? Эмират – это стремление жить по законам шариата. Республика – по светским законам. Впрочем, самой стране давно не привыкать менять формы правления и флаги. Афганистан в этом деле мировой признанный рекордсмен. За последние 140 лет здесь 23 раза менялся дизайн государственного знамения. В Кабуле темнеет, пора ехать в гостиницу. У афганской столицы своеобразный запах, который не встретишь ни в одном другом городе. Я чувствовал его потом еще несколько недель после поездки. Смесь аромата специй, пыли, дыма от готовящейся еды, открытой канализации, которая проходит по всему городу. Кабул просыпается в пять. С раннего утра многие люди занимают очереди у банков для получения денежного лимита. Талибы по совету главы ассоциаций частных банков Афганистана ввели ограничения. Каждый житель страны может снять в банке не более 20 тысяч афганев в неделю. Это 200 долларов. Афганские семьи многодетные, 7-8 человек. Одного члена семьи в неделю в итоге выходит 300 афганев, около 250 рублей. Даже для такой бедной страны, как Афганистан, это мало. Но и ради этого люди ночуют у дверей по нескольку суток, чтобы попасть в списки на доступ к кассам. Кто хочет без очереди, нужно подмазать. Тысячу афганев сотруднику банка. Самоубийства вряд ли помогут. За 20 лет жизни при американцах многие привыкли хранить деньги на депозитах, а не дома под матрас. В том числе и за воровства и часто грабежи. Приход к власти Талибана поставил экономику страны на колени. США отключили банки от платежной системы SWIFT и заморозили около 10 миллиардов долларов, лежащих на счетах Центробанка Афганистана. Плюс еще 20 миллиардов, принадлежащих афганским компаниям. Но они перестали быть доступны и рядовым афганцам, которые лишили зарплаты. При этом афганская валюта резко упала в цене. Денег на руках людей все меньше и меньше. Минялы в Афганистане и в Кабуле сидят прямо на улицах. Здесь можно поменять любую практически валюту, в том числе и рублей. Вы можете поменять половину, то есть две с половиной тысячи рублей дайте Афгане, а остальное долларами? Курс, конечно, здесь получился немножечко грабительский. Если рубли менять в Афгане, а потом половину получить долларами, нужно еще отметить, кстати, рассказать про деньги, про сами. У афганцев деньги, они в каком-то ужасном состоянии, честно говоря. Они бывают порванные, помятые. Здесь еще нормально, на самом деле. Здесь еще хорошие деньги нам дали, вот. Но женщины носят их обычно вот в кошельке, вот здесь вот, где кладут груди поближе. Мужчины просто вот так сминают, кладут в карман там или еще куда-нибудь, да. И из-за этого деньги похожи прямо на какую-то половую тряпку. Неуважительное отношение к деньгам. Даже в хлам убитыми деньгами здесь никто разбрасываться не будет. За последний месяц газ, а здесь почти все ездят на газе, подорожал на 80%. Подскочили и цены на продовольствие. Стоимость муки выросла на 60%. Люди стали торговать своими вещами на стихийных барахолках. Эта женщина в лагере беженцев в Кабуле продала свою полуторагодовалую дочь за 335 долларов. Она мать восьмерых детей. Муж пропал, семья бежала от войны. Деньги ей понадобились на лечение старшей дочери. Жители Афганистана и раньше при американцах продавали своих детей. Но в последние месяцы число таких случаев возросло в разы. Продают в основном девочек. Покупатели чаще всего пакистанцы. Нередко берут даже новорожденных. Растят до определенного возраста и женятся. Согласно шариату, девочку можно выдать замуж, когда она достигает половозрелости. Как правило, это начало месячных. В большинстве исламских стран сегодня порог выхода замуж начинается с 16 или 18 лет. Но в Афганистане, Йемене, Пакистане и так далее свои нюансы. Конечно, далеко не все девушки в этих странах становятся женами в 11, 12 или 13 лет. Однако такие случаи нередки, особенно в сельских районах. Например, в Афганистане существуют древние обычаи – свара. Это когда племя или семья выдают девочку замуж за члена другого племени или семьи, чтобы загладить вину, разрешить кровную месть или просто, чтобы заработать. И за время правления американцев свара никуда не делась. А еще детей покупают попрошайки. В Афганистане это целый бизнес. Женщинам с маленькими девочками и мальчиками подают чуть больше. Обычно детей покупают в селах и в лагерях для беженцев. Такие лагеря есть по всей стране. Почти все, кто живет здесь, бежали от войны. НАТОвцы и афганская армия воевали с талибами. Авиации и беспилотники бомбили села. Люди спасались бегством. Вот тут мой сынок болеет. Дочь тоже болеет. У меня нет денег, чтобы их вылечить. Вот эти сиротки мне остались. Их четверо. Ни воды, ни еды. Не знаем, что делать. С голоду тут помираем. У нас нет ничего. Сегодня 20-й день, как мы приехали, и никто нам до сих пор не помог. Если кто-то что-то в помощь приносит, то у тех, у кого есть мужчина, они быстро все забирают, и нам не достается ничего. Чего вы ожидаете от правительства? У нас ничего нет. Просто хотим помощи. Новое правительство вряд ли сможет помочь людям в таких лагерях. Талибан по своим рядовым бойцам платит еле-еле по 50-60 афганей в день. Этого едва хватает даже на полноценное одноразовое питание. Поэтому во многих провинциях талибы, стоящие на постах, назначают дежурство среди местных жителей. Завтраком их кормит одна семья, обедом другая, ужином третья. И так по кругу. Доступ талибану к средствам Центробанка Афганистана Америка тоже не откроет. Иначе это финансирование терроризма. Плюс замороженные деньги – отличный рычаг давления на талибов. Признавать Новый Исламский Эмират пока никто в мире не торопится. Но все понимают, ситуация критическая. По прогнозу Всемирной продовольственной программы, если не предпринять никаких действий, то уже к началу 2022 года Афганистан столкнется с почти повсеместной нищетой и уровнем бедности в 97-98%. А значит, будет новая волна беженцев. Видимо, поэтому на недавно прошедшем саммите G20 Европа пообещала Афганистану больше всех – 1 миллиард евро помощи. Но предупредила, что в руки талибам эти деньги никто не даст, передадут международным организациям. США пообещали 300 миллионов долларов по такой же схеме, Япония выделит еще 200. Остальные по мелочи подкинут гуманитаркой. Но этого мало на что хватит. Кажется, что спасти страну от кризиса сможет только какой-нибудь магический ритуал. На улицах Кабула можно встретить много детей, подростков с такими баночками, из которых идет какой-то дым. Это называется спан. Считается, что когда они окуривают тебя вот этим, то с тебя уходит сглаз. Спандом черта прогоняю, раз-два сглаза убираю. Наглый глаз, острый сглаз, все в пылающий огонь. Спанд курю, станешь мулой, дом наполнится красотой. Делаю спанд, купишь Тойоту Короллу и в доме тестя своего припаркуешь ее. Ох, как пахнет очень-очень едко. Ну, теперь, по идее, с меня сошел весь сглаз, который там накопился, я не знаю, за месяц, за день, за неделю, если кто-то на меня его наслал. И теперь я такой чистый, обновленный человек. Все, все, спасибо, хватит, я больше не выдержу. Пацана, который снимал с меня порчу, зовут Шат. Стоит его ритуал столько, сколько не жалко. В свою баночку Шат периодически кидает семена гармалы. В России она известна еще как могильник. Растение, с одной стороны, лекарственное, с другой ядовитое. Считается, что если долго дышать этим дымом, впадаешь в транс. Основные клиенты Шада в Кабуле обычно женщины. Они охотнее снимают порчу, чем мужчины. Испандам в Афганистане еще принято обязательно окуривать новорожденных и торговые прилавки. Потому что считается, что он не только снимает с глаз, прогоняет злых духов, но и приносит удачу. Но даже если Испан будут жечь огромными кострами по всей стране в течение года, вряд ли дым от этого ритуала поможет спасти экономику Афганистана. Сейчас в стране нет денег, чтобы оплатить хотя бы долги за электроэнергию – 51 миллион долларов. Талибы решили пустить с молотка дома, машины и ценные вещи чиновников экс-администрации, чтобы расплатиться за электричество перед основными поставщиками – Ираном и Таджикистаном. Внутренних резервов не осталось. Сами представители Талибана пока только разъезжают по миру и просят помощи. Как талибы собираются поднимать Афганистан с колен? Что будут делать с порушенной экономикой? За ответами мы пришли в Министерство печати и культуры. У нас тут назначено интервью со спикером и одним из руководителей Талибана Забиулой Муджахидом. Чтобы вам было понятно, это как Дмитрий Песков в России, только слова Муджахида внутри страны имеют больший вес. Ас-салам алейкум. Ас-салам алейкум. Дальше куда? Сюда? Налево. Здесь ключи лежат какие-то сверху. Давай возьмем ключ и сами откроем. Раз нам никто не открывает. Наглость. Второе счастье. О, да, точно. Все, давайте включать свет. Первый сюрприз. В кабинете, где нам сказали готовиться к интервью со спикером Талибана, висит портрет короля Аманулы Хана. Он правил Афганистаном в начале 20 века и стал первым, кто в 1919 официально признал новое и на тот момент никем не признаваемое государство – Советскую Россию. Удивление вызывает то, что Аманулла Хан был радикальным реформатором для своего времени. Например, он впервые отказался от многоженства, открыл школы для девочек и открыл лицо своей жены – королевы Сарайи. Поэтому даже сегодня, сто лет спустя, многие его указы талибы посчитали бы греховными. Сто лет назад сказал мужчинам одевать леггинсы, надевать такие курточки. Вот этот король. Видишь, да, у него вот сейчас, видишь, на нем что? Да. И внизу у него леггинсы такие шпага такая, английский стиль, вот эта шапка, и мужчинам, как бы, им предлагал в то время одевать такие шапочки небольшие, турецкие, помните, с такой? Да, 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 фески такие. Да, фески. И говорил, что… И леггинсы надо надевать. И леггинсы надо надевать. Такие вот обтягивающие леггинсы. И что народ, как… Народ не очень был. Счастлив, да? Счастлив, да. Он женщинам тоже говорил одевать платья. Ну, то есть он был очень продвинутый, достаточный король, можно сказать. Продвинутого короля свергли. Он пал жертвой геополитической борьбы. Советы хотели укрепиться в Афганистане и начать выдавливать англичан из региона. В ответ Британия с территории нынешнего Пакистана организовала государственный переворон. Если говорить своими словами, подогнали оружие и советников местным афганским маджахедам, недовольным мужскими леггинсами и женскими платьями. Сколотили из них типа ЧВК, частную военную компанию, и в 1929 году Кабул был взят почти без боя. А Мануллахан бежал. Лидер тогдашнего типа Талибана приказал закрыть школы для девочек и отменил европейскую одежду. Так что портрет Мануллы Хана в этом кабинете точно надолго не задержится. Совсем недавно талибы закрасили изображение короля и его жены на стене здания национального радио и телевидения в Кабуле. А нас вызывают на четвертый этаж. Здесь у Муджахида кабинет и приемная. Он заселился сюда накануне вечером. Секретарь снимает изображение человека в маске и выкидывает в мусорку. Талибы не признают коронавирус. 12 октября министр иностранных дел Талибана Амирхан Маттаки заявил, что талибы смогли победить корону в Афганистане. Статистика говорит, что в стране действительно небольшой прирост больных. Каждый день не более 50 человек. Для сравнения, в России 30 тысяч новых случаев ежесуточно. Однако специалисты это связывают с очень отсталой афганской медициной и тем, что не хватает препаратов для выявления вируса. Как бы то ни было, за 9 дней пребывания в Исламском Эмирате я не видел ни одного талиба в маске. Знакомство Рунета с Забиулой Муджахидом началось с фейка. Когда талибы только пришли к власти, в соцсетях завирусилась вот эта пикча бородатого мужика с автоматом. Именно его российские пользователи называли министром культуры и спикером Талибана. Над фоткой потешались на все лады. Потом этот же мужик стал уже главой талибского центробанка и даже побывал министром науки. Это показывает, что для нас все талибы на одно лицо. Наверное, и мы для талибов тоже. Скажите, еще, да, вот опять-таки в западной прессе очень активно муссируется информация о том, что имя Забиулла Муджахид — это собирательный некий образ спикеров от талибана. Все эти пропагандистские слухи доходили до нас, что якобы Забиулла Муджахид — это целая группировка или организация. Но, честно говоря, мы никогда это не отрицали. Нам это было выгодно с точки зрения безопасности. Никто не мог меня отследить. Но сейчас я могу вам точно сказать, что это все была ложная информация, и всеми делами спикера занимался и занимаюсь лично я. Настоящий Забиулла Муджахид — это все. Тогда погибли более 120 человек. Где бы вы взяли среди своих, скажем так, среди членов талибана, где бы вы взяли столько людей, разбирающихся в экономике? Мы внесли некоторые изменения на руководящих постах, однако остальных опытных работников оставили на своих местах в министерствах. Это в том числе экономические советники, работники банков, министерства финансов. Они и сейчас с нами, и решение выдавать людям в банках не больше 200 долларов в неделю или 20 тысяч афгани было инициативой этих специалистов как раз. Мы используем их опыт. Кроме того, предыдущий руководитель администрации Афганистанбанка тоже с нами сотрудничает. Работает и бывший министр здравоохранения доктор Маджрух. Мэр Кабула помогает нам, и заместитель министров тоже при деле. Мы прислушиваемся к их мнению, чтобы улучшить ситуацию в стране. Для нас является приоритетом улучшить экономическое состояние государства и людей, найти источник финансового дохода, в том числе и для людей внутри страны, развивать торговые отношения и заняться восстановлением Афганистана. Создать условия для того, чтобы компании и предприниматели вкладывали деньги в бизнес внутри страны. Любимое оружие Забиулы – автомат Калашникова. На боку в кобуре спрятан пистолет, но Муджахеда можно назвать дипломатом. Если посмотрите полное интервью с ним на канале БАЗы, убедитесь сами. Он – один из представителей цивилизованного, если так можно выразиться, крыла Талибана. Да, как любая структура, эта организация неоднородна. Эксперты делят новых талибов на два лагеря – так называемый катарский и пакистанский. Катарский возглавляет Мулла Бородар, один из основателей Талибана, а сейчас первый зампремьер-министра Исламского Эмирата. Именно он и его сторонники раздают обещание, что в новом правительстве будут сидеть представители всех национальностей Афганистана. Что женщины продолжат работать и учиться. Всем, кто работал на предыдущее государство, предоставят амнистию и так далее. То есть такие – умеренные талибы. Талибы-либералы. Второй – пакистанский лагерь возглавляет Сираджуддин Хакани. Он считается лидером так называемой террористической сети Хакани. В 80-х бойцы этой сети воевали с СССР. В 90-е присоединились к Талибану. В 2000-х совершали самые отмороженные атаки на американские базы. За голову Хакани США назначили награду в 10 миллионов долларов. В новом правительстве Афганистана он глава МВД. Пакистанское крыло сети Хакани – это такие талибы внутри Талибана. Талибы-радикалы. Например, 19 октября Хакани встретился с родными боевиков, напавших на гостиницу «Интерконтиненталь» в Кабуле, и заявил, что эти самые боевики – герои. Напомню, что тогда, в 2018-м, при нападении на «Интерконтиненталь» погибли 46 человек, включая 14 иностранцев. Почти все погибшие – гражданские люди. Лицо главы МВД Афганистана на фотках его прислужбы, как обычно, заблюрено. Он в международном розыске. А еще Хакани подчиняются самые боеспособные части – спецназ Талибана. Это база войск специального назначения Афганистана. Бывшая база. Почему? Потому что сейчас здесь талибы. И не просто талибы, а Special Forces Badri. Командует ими Серажудин Хакани, известный полевой командир здесь. Special Forces Badri – это элита талибана, это спецназ талибана. Они, как они говорят, внесли весомый вклад в то, чтобы победить Америку, сломать ее. Здесь так все говорят. И охраняют Badri в основном самые стратегические пункты. Белый дом, аэропорт, гостиницу «Интерконтиненталь», которую строили еще при Советском Союзе. И они меня, когда увидели, приняли меня за паншерца вот в этом одеянии. Есть одна такая еще деталь. В русском посольстве талибов называют толиками. Почему? Потому что местные говорят толик, 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 съедая букву «Б» и делая акцент на букве «О». И из созвучия получается толик, 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 толик. Именно поэтому в российском посольстве некоторые называют талибов толиками. На эту базу мы попали случайно. Проезжали мимо, увидели высокий длинный забор необычных талибов на КПП и попросили позвать старшего, чтобы разрешил поснимать. Под необычными я подразумеваю одетых как профессиональные военные. Дело в том, что на тот момент почти все толики, которые нам попадались, были одеты в национальную афганскую одежду. Кто во что гораст. А тут сразу почувствовался другой уровень. Старший, он оказался замкомандира спецназа «Бадри», запретил снимать свое лицо, отказался пускать внутрь базы, но зато рассказал, как талибские спецназы захватили этот форт, кучу военных трофеев и разрешил сделать 2-3 кадра на КПП. А где 2, там и 222. Хамвей, как и все, что было на этой базе, они захватили в результате краткосрочного, кратковременного боя. Как говорят в «Бадри», в этом бою у них с их стороны погибло 4 человека. И после этого огромное количество спецназовцев, афганских спецназовцев, которые находились вот в этом форте, сдались. На вопрос, что стало с пленными военнослужащими, замкомандира талибского спецназа ответил, что им сохранили жизнь. И это удивляет, если знать предысторию «Бадри». Они всегда были крайне безжалостны к врагам. Считается, что подразделение назвали так в честь битвы при «Бадри», о которой говорится в Коране. Но нам рассказали, что «Спешл Форсис» на самом деле носит имя одного из братьев Сережудина Хакани – Бадрудина, который погиб в бою с американцами. Вообще, исторически, сеть Хакани специализировалась на смертниках. То есть там их готовили и отправляли на последнее задание. Позже, по словам замкомандира «Бадри», возникла идея готовить не просто смертников, а смертников специального назначения. Наняли инструкторов, стали уделять повышенное внимание физической подготовке, стрельбе и тактике. И теперь, как здесь уверяют, это лучшие бойцы в мире, потому что они не просто не боятся умереть, но и жаждут этого. А сколько всего вот таких вот хамвеев вообще захвачено, интересно? Он говорит, внутри вообще безмерное количество. Да ты что? Кстати, замкомандира «Бадри» предложил мне выехать на хамвей за пределы КПП и погонять на нем 5-10 минут. Никогда еще так не жалел, что не умею водить машину. Такой шанс профукал. Зато сделал кучу фоток, которые, наверное, лучше не выкладывать в Инстаграм. Бойцы из «Бадри» – новое лицо вооруженных сил «Талибана». Экипированные американским трофейным оружием, внешне они сильно отличаются от тех крестьян со списанными калашами, которые 25 лет назад вошли в Кабул. Здесь, кстати, часто можно услышать две точки зрения. Первое. Новые «Толики» изменились. Они не такие кровожадные, как старые. Второе. Не надо верить тому, что обещают лидеры «Талибана». А все они родом из 90-х. А старого пса новым фокусом не выучить. Но что нового предлагают «Талибы» миру? Чего от них хотят? И почему им не верят? Первое. Это инклюзивное правительство. 25 лет назад «Талибы» вообще упразднили правительство и учредили высший совет из пяти мул. Новый «Талибан» пообещал, что создаст исполнительный орган, в который войдут и женщины, и все представители народов Афганистана. Это пуштуны. Их 50% от всех жителей страны. Таджики, узбеки, хазарейцы и так далее. Вот карта народов страны. Пуштуны, они говорят на пушту, живут на юге страны, в провинциях, граничащих с Пакистаном. Кстати, их очень много и в самом Пакистане. Таджики, они говорят на Дари. Это северо-восточные провинции, граничащие с Таджикистаном. Узбеки говорят на узбекском и Дари. Это север страны. Хазарейцы, на Дари и Фарси. Это запад страны. Провинции, граничащие с Ираном. Для понимания ситуации в Афганистане это очень важно. Здесь крайне развит национализм. Так главой страны почти всегда может быть только пуштуна, никак не таджик или узбек. Национализм исторически является одной из главных причин всех конфликтов в стране. Например, почти 100% старого талибана были пуштуны, и они жестко подавляли другие национальности. Остальные отвечали им взаимностью. Новые талибы в итоге создали правительство, в которое вошли 33 человека. Но его сразу же отказались признавать за границами Афганистана. Потому что, во-первых, все члены правительства оказались талибами. Причем только 4 человека из них не пуштуны. Во-вторых, половина кабинета министров находится в списке террористов ООН и ФБР. Плюс как минимум 8 являются представителями сети Хакани, связанной с Аль-Каидой. Нет сейчас двух воюющих сторон в стране, как прежде. И люди теперь хотят душевного мира и спокойствия. Хотят государства, в котором они видят себя. Теперь все зависит от талибана, у которого внутри два направления. Одни уверены, что конфликт удастся погасить на 100%, если в первую очередь получить легитимность и мировое признание, а также получить доверие людей. Поэтому нужно создавать инклюзивное правительство. Другие, назовем их ястребы, которые отвечают за военный блок, верят в то, что раз победу они добыли в бою, то им нет дела до мирового признания и легитимности. Сами талибы на международных встречах успокаивают. Мол, правительство это временное. Потерпите, скоро сформируем другое. Будут вам и женщины, и национальные меньшинства, и отмороженных радикалов уберем. Но кто поверит, что тот же Хакани или его сторонники уйдут по собственной воле? А убрать силой такую фигуру у талибов-либерала вряд ли получится. Потому что его поддержит пакистанская разведка, и потому что у него самые боеспособные и отмороженные бойцы. Да и пробовали уже, не вышло. Так, в начале сентября на две недели пропал тот самый Мула Бородар, сооснователь Талибана и лидер умеренных толиков. В Афганистане посчитали, что Бородара ранили бойцы Хакани в ходе борьбы за власть, а потом вывезли подлечиться в Пакистан. Там Мулу поставили на ноги и вернули в Кабул. Второе, чего ждут от нового Талибана, это соблюдение прав женщин. Первое, с чем столкнулись талибы, когда вошли в Кабул, было сопротивление. Сопротивление женщин. Мои милеты мастерами гуртасы! Мои мастерами гуртасы! Жительницы нескольких городов требовали соблюдения основных прав – учиться и работать. С 96 по 2001 в стране многое было нельзя. Вот список основных запретов для женщин при старых талибах. Перечислю часть из них. Женщинам можно было выходить на улицу полностью закрытыми, в специальной одежде, бурке, и только в сопровождении махрама, мужчины, мужа или близкого родственника. Если запрет нарушался, талибы имели право оскорбить ее и сбить плетью. Девочкам запрещалось учиться, даже на дому. Женщинам работать. Исключение – работа в больнице. В 97-м женщинам разрешалось выходить на улицу только по трем причинам – на базар, по болезни и на похороны. Чужой не должен слышать женский голос, поэтому запрещалось разговаривать на улице и смеяться. Чужой не должен слышать, как ходит женщина, поэтому запрещались каблуки. Запрещено использовать косметику. Бывали случаи, когда в некоторых провинциях отрубали пальцы, если на ногтях лак. Нельзя обследоваться у мужчины-врача. Нельзя покупать у мужчины. Нельзя фотографироваться и сниматься на видео. Нельзя носить джинсы или брюки-клеш под буркини. Нельзя носить белый цвет – это цвет мужчин. Только черный или серый. И так далее. Причем многие из этих положений, особенно по части наказаний, противоречили исламу. Но у талибанов в 90-х был свой взгляд на религию. Когда новые талибы вошли в Кабул, все решили, что 90-е вернулись. В магазинах моментально раскупили буркини. Цены на них выросли в 7-9 раз. Во многих изданиях появляются интервью с женщинами, рассказывающими, что им запретили выходить на работу, а талибы наказывают, если ловят на улице без сопровождающего или с открытым лицом. Однако это не совсем правда. В Кабуле и в других провинциях я видел огромное число женщин, которые без проблем ходят без мужчин, и у которых лицо при этом открыто. Более того, мы были свидетелями, что женщины в столице продолжают водить машины. А это вообще неслыханная дерзость, если рассуждать афганскими категориями 25-летней давности. Две девушки-блогерши пришли развлекаться в парке аттракционов. На них нет буркини. Они без мужчины, с открытыми лицами, на каблуках, со следами косметики, громко смеются и записывают на видео контент для своего ютуб-блога. Ну и самое страшное, они подходят к чужому мужчине, талибу, и просто начинают разговаривать с ним. Субтитры создавал DimaTorzok 25 лет назад при старых толиках, по совокупности совершенных этими девушками типа преступлений, их должны были высечь многократно плетьми и посадить в тюрьму. Сейчас такого нет. Женщина в исламе имеет лучшее место, чем принято думать. Жена пророка Мухаммада была предпринимателем и даже обеспечивала семью при необходимости. Половина нашей религии, наших хадисов взята от жены Мухаммада, я имею в виду Биби Айшу. Женщины в те времена выходили на улицу, торговали, разговаривали с мужчинами, были активны в обществе. Женщина может делать все, быть предпринимателем, быть учителем, даже воевать, и, конечно, может работать. Даже в нашей семье женщины учились в школе, институте, работали врачами, преподавателями. Многие могут прикрывать лица, а могут не прикрывать. Это сугубо личное дело каждой женщины. Не думаю, что правильно со стороны талибов настаивать на том, чтобы женщины не работали и не учились. Не думаю, что талибы будут делать это. Мы, афганцы, не можем говорить, что лишь мы являемся представителями ислама в мире и теми, кто знает об исламе больше всех, и что только мы единственные знатоки прав женщин в исламе. Разговоры о том, что новые талибы запретили девочкам учиться, тоже не совсем правдивы. Я не исключаю, что в некоторых провинциях это действительно так. Но в Кабуле и во многих крупных городах ничего не поменялось. Только классы в школах и вузах поделили. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Большинство женщин действительно лишились работы. Но в Афганистане сейчас и многие мужчины остались без дела. Безработица бьет рекорды. Талибы призывают всех выходить на работу, но деньги не платят. Да, юбки и платья женщины при толиках уже не наденут. Это без вариантов. Но каблуки, косметика, смех, открытые лица и многое другое не запрещено. Пока. Пока – это важное слово. В Афганистане все может измениться в любой момент. Морзия Хамеди, 19. В 90-х ее родители бежали от режима талибов. Морзия родилась и выросла в Иране. Она называет себя представительницей афганских женщин. Под хиджабом у нее блузка с глубоким вырезом и джинсы. Морзия пришла к нам навстречу без мужчины. Она – профессиональная спортсменка, тхеквандистка. Вам когда-нибудь тхеквандо в жизни пригождалось? Да, один раз мне пригодилось тхеквандо. Мы возвращались в тренировки с подругой, и один большой мужчина, иранец, начал приставать. Во время спора он подошел к нам и начал толкать. Я сделала шаг назад, подняла ногу и сверху ударила его по голове, а он схватился за голову. Мы стали уходить оттуда, а он убежал. Он, наверное, очень сильно удивился. Все вокруг были удивлены, как это две девочки бьют мужика, и мужик убегает. Это было очень смешно. В Афганистан Морзия приехала несколько лет назад и начала выступать за национальную сборную. Ее мечтой было выйти на татами на Олимпийских играх. Теперь об этом придется забыть. Талибы запретили женщинам заниматься спортом. Якобы тренировки и соревнования не являются жизненной необходимостью, а значит, в соответствии с законами шариата, от них следует отказаться. Хотя во многих исламских странах женщины спокойно занимаются спортом и ходят в фитнес-клубы. Просто это отдельные залы, без мужчин. Все мои планы, которые я строила, будучи беженкой в Иране, разрушены. Теперь я буду вынуждена покинуть свою страну, потому что здесь уже невозможно заниматься спортом. Ну и я не вижу здесь перспектив для женщин. Страница в Инсте теперь ее личная территория свободы. Тут Марзия оплакивает прежний Кабул, делится митингами женщин Афганистана за свои права, оскорбляет Талибан и одевается так, как комфортно ей. Я не думаю, что Талибы придут и начнут говорить мне, указывать, где ваш мужчина, почему вы без мужчины, или почему-то так одета или эдак. И я не думаю, что хоть одна девушка Кабула разрешит им разговаривать об этом и позволит наезжать. Девушки Кабула выходили на митинги и протесты. Поэтому Талибы должны понимать, что девушки Кабула не такие, как у них в провинциях. Они все знают. Они здесь учатся. Они из другого вообще десятилетия. Они не те девушки, которые были в 90-х. Наши интервью внезапно прерывают. Мы записывали Морзию, это представитель национальной афганской сборной под Крекмандо, во дворике у себя в отеле. Вот это место под чудесным деревом с гранатами. Но к нам подошел представитель отеля, управляющий. Сказал, что это все прекрасно, конечно. Давайте-ка вы отсюда уходите. Потому что сейчас Талибы придут обедать. И если увидят вас здесь, то вам не поздоровятся. Девушки тоже не поздоровятся. Отсюда неделю назад каких-то журналистов увезли, и вас тоже могут увезти. Спрячьтесь, в общем, пока они сюда придут. И в итоге мы сели в машину и сидим, вот ждем, пока придут и уйдут Талибы. Вообще, давайте я, кстати, спрошу Морзию самой, а что было бы, если бы Талибы увидели нас здесь? Какое наказание ждет девушку за то, что она не в сопровождении мужчины, за то, что она носит джинсы, да, и блузку, по большому счету, и вот разговаривает вообще с мужчинами? Нельзя предвидеть, что Талибы сделают. Они могут подойти и начать спрашивать, почему ты что-то тут делаешь без мужчины? Либо вообще проигнорируют мой внешний вид и ничего не скажут. В таких проблемных ситуациях у меня не возникало с ними. Не знаю, что бы произошло. Почему управляющий так переживает, вот этот вот, который нас отсюда прогнал из дворика тогда? Ну, он же, наверное, видел что-то, да? Он сказал, неделю назад журналистов забрали, потому что... То есть он больше беспокоился за нас, верно? Да. То есть нас могли забрать за интервью с Морзию? Морзию могли не наказать, но нас, журналистов, да, почему с девушкой мы разговариваем, вот, почему она одна, почему мы разговариваем с девушкой. Ну, то есть вот мы спрятались. Даже это больше безопасность не Морзии, это больше безопасность, оказывается, скажем так, журналистов здесь. Чуть позже мы выяснили, что в отеле не было инцидентов с иностранными журналистами. И дело вовсе не в талибах. Оказалось, что глава службы безопасности гостиницы набычился, когда увидел, как Альберт поправлял микрофон на Морзии. А еще ему не понравилось, что у девушки с головы съехал платок. Мужчины в Афганистане крайне консервативны сами по себе и без талибов. Главный охранник 10 минут нарезал круги рядом с нами, прежде чем прервал интервью, выдумав избитых журналистов и обозленных талибов. Зря прятались. Морзия часто раздает интервью. Она была героиней французского Эль-Арабской Аль-Джазиры, польских, британских, американских медиа. Взгляды девушки на ситуацию в стране идеально совпадают с редакционной политикой большинства СМИ. Свободные афганки борются с новыми порядками террористов. Внутри Афганистана все выглядит совсем иначе. Здесь считают, что для тех, кто выходит на митинги, главная цель – засветиться и уехать потом эвакуационным рейсом в любую другую страну. Например, в Канаду. Канада заявила, что готова принять беженцев, журналистов, правозащитников, если им исходит угроза от талибов. Надима – популярная афганская блогерша. Она записывает шуточные ролики в Инстаграме и ТикТоке, высмеивая проблемы общества. Браки по договоренности, домашнее насилие, ранние замужества. Надима известна здесь под ником Теша Давадей. В переводе с «пушту» это значит «как дела, мам». Блогерша – гражданка Канады и всю свою жизнь прожила там. Родители Надимы бежали из Кабула во времена старых талибов. Ее тетю боевики талибана избили до полусмерти в Герате, потому что она продолжала работать директором школы и учила девочек, несмотря на запреты. В Афганистан Надима переехала год назад и решила остаться здесь навсегда. Когда в Кабул вошли талибы, некоторые ее знакомые спешно уехали в Штаты и Канаду. Но у девушки другое мнение – бежать не выход. Я посылаю этот месседж талибам, которые формируют новое правительство. Если вы хотите использовать этот шанс, закрепиться как власть, первая вещь, которую вам нужно сделать – убрать язык силы. Все говорят, что в стране террор. Люди боятся. И когда в людях говорят такие эмоции, они не будут голосовать за вас. Никто вас не поддержит. Никто вас не защитит. Никто не даст еду. Я уверена, вы слышали истории, какое это было тяжелое время при талибах. Но я хочу простить. И я простила их. И я тут, чтобы сказать всему миру, я открыта для коммуникации. Я буду работать с талибами. Я буду заступаться за вас. Я дам вам еду. Я приглашу вас в дом. С одним условием, что вы будете работать со мной. Потому что сейчас у вас, ребята, есть отличная возможность показать миру, что вы хорошие лидеры. И если для этого мне нужно нарядиться в этот мусор, быть полностью закрытой, может, я это и сделаю. Если это поможет построить наш диалог, наладить контакт. Теперь Надима хочет показать миру, что с приходом талибана жизнь только начинается, а женщины должны продолжать развиваться вместе со страной. Я встречалась с талибами на улицах. Я говорила с ними. Я предлагала им еду. Они абсолютно нормальные люди. Они говорили, что их раны болят. Что они голодны. И они говорили, что тут, чтобы защитить людей. Я спросила у них, что они ели. Они начала кричать, вы должны мне дать мои права. Я призываю женщин говорить о том, что они уже сделали. У вас такое успешное прошлое. Как мы можем продолжить положительно влиять на общество, работать в этом же направлении? Вместо того, чтобы плакать на ТВ, что наша судьба разрушена. Но у вас было 20 лет деятельной жизни. И это может помочь принять нужные решения сейчас. И если вы, женщина, выходите на улицы, говорите с важными людьми из талибана, а не с пацанами на улице, которые и женщин-то толком не видели. Из-за этой позиции от Надимы отвернулись многие ее друзья, которые живут на Западе. А журналисты быстро утратили к ней интерес. Разговаривать с талибами, вместо того, чтобы просто ненавидеть их, непопулярная точка зрения. Хотя сами талибы утверждают, что готовы к компромиссам. Будущее афганских женщин будет таким. Они уже сейчас работают в сфере здравоохранения врачами. Они работают учителями. Они работают в полиции. Мы сейчас наняли нескольких женщин для того, чтобы они работали на досмотре в аэропорту. Мы хотим, чтобы они развивались всесторонне, потому что женщины – неотъемлемая часть нашего государства. Но нам важно, чтобы они были защищены. Мы хотим, чтобы они были в хиджабе, и никто не мог покушаться на их честь. Нам важно, чтобы женщины работали и жили в спокойствии. За 20 лет американского присутствия, в Афганистане это называют оккупацией, США потратили десятки миллиардов долларов на программы по развитию феминизма, искоренение мужских стереотипов, женское предпринимательство и так далее. Это делалось с помощью так называемой «мягкой силы» через некоммерческие фонды и Министерство по правам женщин. Оно расположено в центре Кабула. Граффити на высоком заборе еще не закрасили. Тут написано, что женщины Афганистана больше не будут молчать. Выделяемые деньги разворовывались американцами и афганскими чиновниками. Но какая-то часть все-таки работала. Мизерный процент женщин почувствовали свободу, будто могут что-то решать. Но за пределами пары-тройки крупных городов, в провинциях, общество по-прежнему жило по законам шариата и без талибана. И для женщин ничего не поменялось. Возможно, вы назовете эти законы дикими, а для самих афганцев они всегда были ближе, чем западные ценности. И это ключевой момент. Отгородившись заборами и военными базами, американцы охраняли самих себя. Все остальное было ширмой нового Афганистана, свободного и счастливого. Но сама идеология-то не менялась. Поэтому сейчас пришло время снова сменить вывеску. За моей спиной бывшее Министерство по делам женщин. Раньше оно следило за соблюдением прав женщин. Наблюдалось за тем, чтобы в органах власти процент женщин был не меньше 20, или даже, если не ошибаюсь, не меньше 30 таких вот процентов. И с сегодняшнего дня вывеска на этом здании поменялась. Теперь это Министерство исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного. Во как. В 90-х при Талибане это был один из репрессивно-карательных органов. Такая, знаете, исламская полиция нравов. Именно эти ребята ходили по улицам и следили, что у тебя там с бородой, не подбрита ли она, харам нельзя. Не слушаешь ли ты музыку где-нибудь в машине, или не играет ли она у тебя на свадьбах, и так далее. И если ты сделал что-то запрещенное, то там были разные уровни наказания, но вполне легко мог получить пару раз плетью по загривку. С приходом новых талибов про запрет на бритьё бороды заговорили снова. Дело в том, что в исламе ношение бороды должно быть обязательно. Мужчинам её можно подстригать ножницами, но ни в коем случае нельзя прикасаться брить. Однако есть расхождение по поводу того, как именно относиться к бритью. Согласно одним учёным, это грех. Согласно другим, бритьё грехом не является и не должно быть наказуемо. Старые талибы были радикальны в этом вопросе. Когда Кабул перешёл под власть новых толиков, многие владельцы барбершопов и салонов для женщин сами закрасили вывески со своей рекламы. Но в столице, как и прежде, салоны красоты не закрывались. За время поездки в Афганистан я изрядно подзарос, поэтому пора оценить услуги местных барбершопов. Ассалам алейкум. Мне нужно бороду подровнять чуть-чуть. Снизу и вот здесь вот по краям. Но всякие фигурные моменты не нужно рисовать на лице. Клеймаск. Клеймаск? Да. Ну, знаете, сейчас мне будут наносить маску на лицо, потом скрабить. Вообще, в Кабуле парней, которые слишком сильно ухаживают за собой, очень часто ходят в барбершоп, называют нынными жопами. В основном это были сыновья генералов, членников. Они сейчас убежали первые, когда талибы подошли к городу. В этом, мне кажется, они были бы похожи на сыновей нашей российской элиты. Но еще, кстати, само название такое, кунсабун. У тех, кто за собой слишком сильно ухаживает. Ну, то есть мыль на жопники. Кабульский барбер сделал окантовку бороды, за которую мне лично талибы во время всей поездки ничего не предъявляли. Новые власти Исламского Эмирата заявляют, что ограничений на ношение бороды нет, и они против принуждения. На этом видео генерал, представитель Минобороны Талибана в эфире афганского телевидения заявляет, что ни один талиб не может остановить кого бы то ни было и принудить идти в мечеть молиться, а также докапываться до длины бороды, внешнего вида и так далее. Однако в провинции Гельмент, например, наблюдается другая картина. Местные толики издали указ, согласно которому владельцы барбершопов и салонов красоты для женщин должны закрыться, иначе к ним применят санкции согласно шариату. Причем глава местного управления культурой и информацией заявил, что такой запрет действует и по всей стране. Впрочем, в руководстве Талибана такие расхождения с центральной властью называют по-большевистски – перегибами на местах. Перегибы на местах возникают и в связи с запретом на музыку. В исламе запрещены струнные и духовые инструменты, потому что развлекают и отвлекают от служения Богу. То есть, по сути, запрещены почти все инструменты, кроме ударных, типа барабана и бубна. Во второй половине 90-х в Афганистане барабан и бубен тоже были под запретом. Людей наказывали из-за песни станции. При американцах в стране вновь стали популярны шумные свадьбы с музыкой и плясками. Но сейчас снова во многих провинциях ввели те же ограничения. Забиуламу Джахид спикер Талибана заверил нас, что официального запрета на музыку нет. И талибы не наказывают за это людей, хотя будут призывать через проповеди отказаться от такого греха добровольно. Однако на деле все иначе. По всей стране отлавливают музыкантов и силой убеждают не играть на свадьбах. А люди в Афганистане очень быстро считывают такие сигналы. А здесь, в Кабуле, собрался небольшой такой подпольный клуб. Нулистанцы, это такая древняя народность, исчезающая. Играют на своих инструментах народных. И мотив песни, текст песни достаточно бесхитростный. Он про любовь. Молодой парень хочет купить французскую обувь своей девушке, приколоть ей цветы, волосам. Он влюблен, но родители этой девушки запрещают ему встречаться. И, вы знаете, такое ощущение, как будто я сейчас нахожусь в 1939 году и слушаю оперу «Леди Матби» от Медицинского уезда Дмитрия Шостаковича, запрещенную при Сталине. Или нахожусь во времена Хрущевого и слушаю запрещенного тогда Элвиса Пресли. Или слушаю Хованского, не дай бог, конечно, но его сложно сравнить с Элвисом Пресли, и уж тем более сложно сравнить с Шостаковичем. Но, тем не менее, разные времена, разные эпохи, разные народы. Но всегда находится музыка, которая запрещена. Но рестанцы долгое время оставались язычниками и приняли ислам только в конце 19 века. Язык, обычаи, культура, даже музыкальные инструменты – все отличает их от других народов Афганистана. У нас была раньше своя группа. Мы выступали на разных мероприятиях. У нас даже был свой офис. Мы там сидели, люди приходили, нас заказывали. Но после того, как пришли талибы, нам пришлось разбежаться по разным углам страны. И вот сейчас моя семья уехала. Часть группы тоже уехали. Я думаю, что мы не сможем в Афганистане сохранить живой нашу уникальную музыку. Придется уехать из страны, чтобы мы могли ее развивать. Мы записывали нурестанцев в середине сентября. Но на момент выхода этого материала Талибан четче сформулировал свое отношение к музыке. На рынках Кабула теперь разрешены к продаже только бубны и барабаны. Струнные и духовые инструменты все так же под запретом. Но они продаются из-под полы. Запрещена музыка во всех публичных местах, в том числе в кафе и на улицах. Разрешено слушать музыку дома и в наушниках. Дома можно петь и танцевать. За это наказывать не будут. Но музыкантов по-прежнему отлавливают. Вот это письмо на дари Муслим прислал неделю назад. Здесь говорится о том, что недавно он был в саду Кази, и его остановили талибы. Велели показать, что в карманах. Муслим показал. Талибы сказали, мол, ты певец, у тебя деньги наверняка есть, и оружие наверняка есть. Будем разбираться. Муслим сказал, что раньше работал певцом, а теперь сидит дома, безработный и нищий. Его начали толкать и мутузить. Муслим побежал. Пару раз пальнули вслед. Но в итоге он оторвался и вернулся домой живой и невредимый. Кстати, пока мы снимали домашний концерт у нористанцев, потеряли свой дрон. Давно хотели запустить его над Кабулом, но нас постоянно отговаривали. Дело в том, что на съемки с квадрика нужно отдельное разрешение. И выдают его тут так же неохотно, как в мэрии Москвы, когда хочешь поснимать в центре. Если тебя талибы поймают без разрешения, и дрон отнимут, и проблем подкинут. Пару кабульских операторов Толики слегка поколотили и пообещали. Поймаем впредь без разрешения, повесим на вас еще и попытку шпионажа. Но у нористанцев было такое живописное место, подъем горы Бах-Кази, что Альберту было сложно отказаться. Родной не вернулся. Сигнал был очень слабым, у дрона сел заряд. Квадрику не хватило буквально 15-20 секунд, чтобы вернуться на базу. Он приземлился куда-то во дворы. Мы искали его три часа, обошли весь поселок, предупредили всю окрестную детвору, что заплатим 100 долларов за возврат. Тщетно. Съемки с дрона пришлось купить за 50 долларов у местного коллеги. Поэтому вот вам еще планы Кабула с высоты птичьего полета. Смотрите, смотрите, они нам вообще-то дорого обошлись. Вообще Кабул мне напомнил Махачкалу на минималках. Много мусора, хаотичное движение на дорогах, все ездят на газе, много тойот, только в Махачкале они значительно новее. А еще люди очень добрые и гостеприимные. Все постоянно на суете, но дела делаются долго. Ну и, конечно, много самостроя. Жилые здания вырастают без особых согласований. Вот как это, например. Схема строительства в Кабуле и Махачкале почти одинакова. Приобретают клочок земли, по документам проводят как магазин, фитнес-центр, будка для собаки, а строят многоквартирный дом. Без канализации, без водопровода. Раз-раз за три месяца построили квартиры, как бизнес-класс пихнули. А мэрия города потом делает, типа, удивленный вид. Ли, откуда у нас целый микрорайон тут вырос? А кто у нас тут 15-й этажку вот эту вот езжу как бы незаметно воткнул? Но даже со всеми своими кажущимися минусами Кабул является невероятно притягательным городом. Когда мы только приехали, наш переводчик, его зовут Каус, сразу сказал, вы захотите вернуться сюда снова. И оказался прав. Страна и город манят обратно. Сам Каус впервые переехал в Афганистан 10 лет назад. У него иранское имя, но он пуштует. До этого с братьями и родителями жил в России, потом на Украине. Знает 5 или 6 языков. У него крутой инстаграм, ссылку оставлю в описании. Подпишитесь. Если надумаете поехать в Кабул, запомните, Каус ваш лучший проводник. За любой движ, офигенно шутит, любит футбол, брендовые шмотки, посетить барбера и зависнуть вечерком в кальяны. Вместе со своим лучшим корешем Фаридом, незадолго до прихода талибов, Каус хотел запустить шуточный блог на ютубе про жизнь афганской столицы. Задумка была такая. На заставке появляется слово Кабул, потом буквы К и Б отпадают, и остается АУ. Но Фарид в августе спешно уехал, поэтому проект подвис. Может и навсегда. Продолжение следует... А 15 августа вместе с Фаридом, казалось, убегал весь Кабул. Кадры из кабульского аэропорта видели, наверное, все. Афганцы падают с самолета, цепляются за шасси в надежде улететь, даже отдают своих детей американским военным. Когда талибы вошли в столицу, страны-соседи перекрыли границы с Афганистаном. Улететь можно было только на самолете. Но если для всего мира это кадры ужаса, для афганцев это кадры позора и унижения. Здесь есть старое выражение. Он будто с хвоста самолета упал. Так обычно говорят про тех, кто немного, ну, долбень. Как горько шутят в Кабуле про соотечественников, хватающих шасси, 15 августа это выражение вошло в историю Афганистана в прямом и переносном смысле. Вы знаете, я тут видела людей на ослах, собирающихся в Америку. Несколько человек оседлали ослов, надеясь, что так они попадут в Америку. Я спросила у этих людей, и куда же вы идете? Они говорят, в Америку. Я спросила, а паспорт у вас есть? Ответ – нет. А что вы собираетесь делать со своим ослом? Мне отвечают, так может я на нем доеду. Я клянусь, я видела таких людей. Знаете, негативные новости хорошо продаются. С самого начала возникновения телевидения, они же постоянно вселяют страх. Это их работа. Честно говоря, ну сколько у нас людей в Афганистане? 40 миллионов и несколько тысяч штурмовали аэропорт. Давайте вспомним, что мы прежде всего люди. Наша жизнь продолжается. Я тут. Моя семья тут. Друзья, многие родственники, соседи тут. Конечно, многие хотят уехать, у них есть право на это. У многих людей осталась послевкусие драма от прошлых событий. Они напуганы. Они потеряли семьи. Они выступают против режима талибов из-за прошлого. У них есть права. И у них есть право и вернуться. И продолжить жить здесь. Но давайте не будем обобщать. Однако сложно обвинять в панике простых людей, если из страны бежал даже ее президент. Глава Афганистана Ашраф Гани покинул Кабул 15 августа. С семьей, телохранителями и пилотами. В это время в здании Минобороны его ожидали на экстренное совещание. Беглый президент улетел не пустым. Он увез с собой 169 миллионов долларов наличкой. Причем деньги запихивали в 4 вертолета. Но поместилось не все. И часть долларов остались лежать на вертолетной площадке, а также на парковке президентской администрации. Позже сам Гани обратился к афганцам и заявил, что бежал из страны, потому что против него готовился заговор. А деньги он с собой не вывозил. Уехал только в одной рубашке. В Афганистане своего главу презирают. Ему дали прозвище «Мистер Бинзе», театральные жесты и отдаленное сходство с героем Роуэна Аткинсона. Примечательно, что Гани в свое время приветствовал уход СССР из Афганистана. Советские войска покинули Афганистан, так что коллапс марионеточного режима в Кабуле является лишь вопросом времени. Писал он в 1989-м. Но только просоветский режим продержался еще три года после ухода войск СССР. А проамериканский режим Гани рухнул за две недели до ухода войск США. И самое комичное, что за 10 дней до побега Ашраф Гани открыто заявлял, что никуда не сбежит. Побег Гани стал шоком для президента США Джо Байдена и его госдепартамента. Ведь Штаты были уверены, что правительство в Кабуле сможет продержаться после ухода американских войск. Плюс с самими талибами у США были вполне конкретные договоренности. Талибан не входит в Кабул еще две недели, то есть до 31 августа, дня выхода войск США. Взамен американцы обещали организовать переговоры о постепенном политическом переходе власти к талибам. Спецпредставитель США по вопросам Афганистана Залмай Халилзад заявлял в интервью Financial Times, что побег Гани не только создал проблемы уходящей американской армии, ведь из-за общей паники у кабульского аэропорта подорвали смертники ИГИЛ. В толпе погибли 170 афганцев и 13 военных США. А это крупнейшая единовременная потеря за последние 10 лет войны в Афганистане. Побег Гани обнулил еще и сделку с талибаном. Сами талибы тоже это подтверждают. Мы хотели прийти в Кабул и в ходе переговоров решить, как провести мирный переход власти. Мы бы нашли совместный компромисс с действующей на тот момент властью Ашрафа Гани. Подобный переход был бы более гладким и эффективным. Но когда мы приблизились к Кабулу, то увидели, что Ашраф Гани сбежал. Все государственные служащие покинули свои учреждения. Полиция бросила посты. В Кабуле началась анархия. Поэтому мы были вынуждены защищать собственность и имущество людей. Поэтому мы в срочном порядке вошли в Кабул, чтобы наладить тут безопасность. Произошли очень резкие перемены, хотя мы были сторонниками того, чтобы все это происходило постепенно. Мы были серьезно настроены на переговоры. С нашей точки зрения это было необходимо. Вы сами прекрасно знаете, в Кабуле миллионы жителей, банки, посольства, журналисты, и никто не должен был пострадать. Если бы начались боевые столкновения, много чего могло бы разрушиться, как в 90-е годы во время гражданской войны. Мы не хотели, чтобы опять в Кабуле произошло то же самое. Поэтому и действовали аккуратно. Но все резко изменилось после бегства президента Гани. И нам не предоставили возможность осуществить нормальную передачу власти. В первый же день после взятия Кабула талибы призвали всех выходить на работу и объявили амнистию для тех, кто работал на афганское правительство. Включая даже полицейских и военнослужащих Минобороны. Абдуллахат 9 лет работает на улицах Кабула. Таких, как он, называют тарафики, от слова трафик. В столице нет светофоров и регулировщики единственные, кто спасает Кабула дичайших пробок. Хотя, судя по тому, что я видел, спасают далеко не всегда. Зарплата Абдуллахата 15 тысяч афганий. Это около 13 тысяч рублей. Но свои деньги тарафики не получают уже три месяца. Задолженность появилась еще при предыдущей власти. Абдуллахат с коллегами-регулировщиками первыми вышли на улицы Кабула сразу после прихода талибов. Я не испугался выйти, потому что Исламский Эмират объявил всеобщую амнистию. И я знал, что ничего плохого не сделал ни талибам, ни предыдущим властям. Я обычный полицейский регулировщик, и я хочу работать сейчас во благо нынешнего правительства. Таким, как Абдуллахат, действительно ничего не угрожает. Однако из разных провинций приходят сообщения о том, что бойцы талибана убивают бывших солдат. Например, в провинции Гор талибы недавно расстреляли двоюродных братьев, Мустафу и Гулама, которые служили в афганской армии. Политический офис талибана, если и признает такие перегибы на местах, то обычно извиняется и ссылается на издержки переходного периода, на казус исполнителя. Наверное, талибы научились этому у американцев. Те снимали ролики, как солдаты играют с детьми, параллельно убивая гражданских и применяя так называемые расширенные методы допроса. Это когда допрашивают с электрическими проводами на яйца. Погибших записывали в сопутствующие потери. Политики по телеку продолжали рассказывать о счастье для афганского народа. Глупо думать, что амнистия талибана реально будет действовать для всех одинаково. На одной из улиц Кабула мы встретили торговца бананами, который рассказал, что при Ашрафе Гани работал в изоляторе, где жестоко пытал талибов, выбивая из них показания. Теперь он скрывается, но хочет сбежать из страны. Очевидно, что если толики его поймают, то не вспомнят про амнистию. Я приведу пример. Допустим, в вашем ресторане станет меньше квалифицированного персонала. Убегут повара, администратор, официанты и человек, ответственный за закупки. Вам ведь понадобится какое-то время, чтобы снова встать на ноги. Ответственность за всю страну за несколько дней упала на плечи талибам, хотя у них нет кадров для управления государством, есть только военные. И естественно, что понадобится некоторое время для восстановления страны. Конечно, при этом будут беспорядки и нештатные ситуации. И мы злимся на Ашрафа Гани именно за это. Он должен был постепенно передать власть талибам, примерно за год. А он за день убежал, и все. Вслед за Гани ушли и США. Джо Байден в своем обращении заявил, что афганские военные оказались неспособны защитить родину. А сам Гани коррупционер и отдал свою страну врагу без боя. Но Америка достигла всех своих целей. А также сделала то, что не под силу другим странам. Эвакуировала свыше 120 тысяч человек, включая всех тех, кто помогал Соединенным Штатам строить демократию. Его зовут Расул Парси, и он смертник. В своем родном Герате, это город на западе Афганистана, Расул был весьма уважаемым мулой. В 90-е он учился в талибском медресе. На обязательную пятничную молитву за ним вставали более тысячи человек. Но потом Парси неожиданно сбрил бороду и перестал совершать намаз. Расул стал атеистом. Вы помните этот момент, когда у вас появилось сомнение в исламе? И с чем это было связано? Я стал читать очень много литературы, не только исламской и религиозной, но другой. Я читал даже вашего Льва Толстого «Войну и мир». Я читал и книги по религии других народов. Изучал теорию Дарвина, буддизм, иудаизм. Это все, как вы понимаете, помимо ислама. И вот, когда я начал сопоставлять разные религиозные течения, научные теории с исламом, тогда во мне и зародилось сомнение. Я был человеком, который всегда хотел получить ответы на все свои вопросы. Я искал эти ответы. Четыре года Расул пытался поверить снова. Он проходил что-то типа курсов повышения квалификации в богословии, читал больше исламской религиозной литературы. Но его вера не вернулась. Парси не просто стал атеистом. Он начал убеждать в отсутствии Бога тех, кто сомневался. В стране, где 99,9% религиозных людей, его имя быстро попало в черные списки всех возможных радикальных группировок. Парси даже дали прозвище – предводитель кафиров, то есть неверных. Вместе с семьей Расул бежал в другую провинцию. Он приехал в Кабул с риском для жизни, чтобы дать это интервью. Единственное условие бывшего мулы – мы не должны закрывать его лицо на монтаже. Скажите, вы знаете законы шариата. Какое наказание ждет человека, который разуверился? Атеиста. В религии, в исламе есть такое понятие, когда мусульманин хочет сменить веру или стать атеистом. И когда он становится атеистом, значит, что он кафир, то есть неверный. Если ты кафир, то наказание – смерть. В исламе вера очень важна. Если ты теряешь веру, то ты бросаешь вызов всем другим мусульманам. Ты как будто становишься против них. Расул работал в двух американских проектах USAID в Афганистане. Это крупнейшее федеральное агентство США по международному развитию и помощи за рубежом. В обязанности бывшего мулы входили разработки тренингов по разрешению социальных конфликтов среди афганцев. Расулу это удавалось особенно хорошо, потому что он досконально знает Коран и шариат. Помимо этого, бывший мулы вел эфиры на своем YouTube-канале. Например, этот выпуск был посвящен этике философии Фридриха Ницше. Когда к Кабулу подошли талибы, начальник Расула объявил, что все члены команды будут эвакуированы в США. У бывшего мулы не было необходимых документов, и ему просто сказали ждать. Очень скоро тебе позвонят и вывезут. Однако прошло уже почти три месяца, и ни одного звонка. Америка забыла про того, кто ей помогал. И теперь Расул не надеется на спасение. Могу сказать вам одно, что все эти 20 лет, перед тем, как пришли талибы, это как будто был обман, будто бы сон. И это все рассыпалось вмиг. И все, что нам говорили американцы, это было не больше, чем вранье. Что помогало им, американцам, в первую очередь, я так понимаю, удерживать вас как будто во сне? Маура по пуль. Демократия, деньги, свобода слова, они давали нам то, о чем мы мечтали. То есть это все были обещания? Именно так. Это все было ложью. Американцы говорили, мы будем помогать женщинам и детям в Афганистане. Обещали помогать восстанавливать инфраструктуру, вкладываться в развитие, но это было вранье. Они всего лишь делали вид, но пришли сюда только ради денег. Теперь им неинтересно, и они уходят из-за того, что закончили свою миссию. Америка 2,5 триллиона долларов потратила на пребывание в Афганистане за 20 лет. Они утверждали, что тратят деньги на развитие страны, на права женщин, на инфраструктуру, образование. И куда все это делось? Зачем это все было, если они взяли и вмиг ушли? То есть они просто играли с судьбой целой страны. Заходили к людям в дома, убивали их. Неважно, преступник это был или нет. Если убивали по ошибке, просто просили прощения и уходили. Сейчас Расул находится в сильной депрессии. Единственное, что заставляет его жить, две дочки и жена. Позже в переписке он попросил меня озвучить вот такое его заявление. Я много лет работал, защищая права человека, увеличивая возможности прав женщин и защиты детей. А сейчас моя жена безработна. Две дочери не ходят в школу. А мое главное право человека, право на жизнь, под угрозой. Разве этот мир не сошел с ума? Каким вы видите свое будущее? С нынешним правительством у меня два пути. Первое, если меня поймают, то казнят. Или же я должен буду совершить таубу, попросить о прощении грехов. И тогда я вновь вернусь к старой жизни и к своей прежней работе. Но тауба – это не мой выход. Лучше уж смерть. И еще я хочу передать. Талибы, воспринимайте меня таким, какой я есть. А если же нет, решайте тогда сами. Мы задали вопрос спикеру Талибана. Что будет, если представить, что мула в Афганистане чисто гипотетически вдруг станет атеистом? Забиулла Муджахид ответил крайне дипломатично. Я не думаю, что такое может быть в мусульманской стране. Мы все мусульмане. И вряд ли возможно, чтобы у нас мула стал атеистом. Но даже если что-то такое действительно произойдет, мы его будем наказывать по закону. То есть мы его отдадим в суд и пусть его судят по шариату. Как решат, так и будет. Но я пообщался с юристом по шариатскому праву в Кабуле. Он рассказал, что атеистов казнят путем отрубания головы. Однако в некоторых исламских странах, Саудовской Аравии, Катаре, Йемене, поступают гуманнее. Безбожников вешают. У Расула Парси нет иллюзии относительно своего будущего. Как нет иллюзий и в отношении Талибана. Я когда-то учился в Медресе при Талибах. Общался с теми, кто потом стал у них генералами. Я очень хорошо знаю, что у них на уме. Знаю, что они будут делать. Они 20 лет сражались против демократии. Я не могу просто поверить в то, что сейчас вот люди из этого же движения вдруг станут создавать демократию тут. На данный момент они ни одного закона не издали. Ничего еще не сделали. Те Талибы, которых мы видим, подсадные утки, их хозяева в Пакистане. И посмотрим, что же они покажут нам дальше. Они говорят, что мы про права женщин поговорим потом, про мужскую одежду тоже потом. И так про 90% всех тем. Все потом. Но люди ведь живут в этой ситуации сейчас. Но большинство людей в Афганистане думают о Талибах не так, как Расул Парси. Я говорю о крестьянах, о владельцах маленьких магазинчиков, башмачниках, перевозчиков тележек, таксистах и так далее. О простых людях. И это стало для меня настоящим открытием. Пока весь мир осуждает и боится талибов, большинство простых людей Афганистана поддерживают. У Гатола маленький магазинчик недалеко от центра Кабула. Он родился в этом районе и уже больше 50 лет живет здесь. В переводе с афганского «Гатол» означает «тюльпан». Плюсы талибов в том, что сейчас мы вообще не переживаем, что людей будут воровать. Что кто-то что-то у меня украдет из магазина. Мы не боимся за свою жизнь. Не боимся, что будут перестрелки, что будут взрывы. И вообще не переживаем сейчас за безопасность. И как обычный гражданин страны и простой обыватель этого города, я вам скажу. Хорошо, что они пришли. Ацак чистит обувь на улицах Кабула. Раньше он работал в фирме, которая занималась разминированием. Во время одного из выездов на поле, заминированном талибами, у Ацака в руке взорвался снаряд. Мы мусульмане и поэтому рады Исламскому Эмирату. Почему нам нужно быть несчастными? Мы счастливы, что талибы пришли к власти и всегда будем поддерживать их. Но мы не были рады тому предыдущему правительству, которое поддерживало Европу и Америку. Предыдущее правительство никогда не было лояльным к нам, простым людям. Там все только воровали и там не было справедливости. У талибов один плюс – спокойно и безопасно. Зато денег ни у кого нет и все ходят голодные. А Ашраф Гани вообще не президент. Почему? Он должен был успокоить народ, остаться, спокойно передать власть и сделать сытыми людей, раз не мог защитить. За 40 лет мы от этих президентов ничего хорошего не увидели. Посмотрим, что сейчас выйдет. Аллах милосерден. На данный момент ты можешь поехать в любую провинцию, куда угодно, и это будет безопасно. Никто не причинит тебе вреда. Безопасность – это самый главный плюс талибов. Было такое время при предыдущем государстве, что за пределы Кабула нельзя было выехать. Там поджидали бандиты, воры и талибы. А сейчас там талибы у власти. Они пытаются наладить всю ситуацию в стране. Я надеюсь, что будет еще лучше. Они наладят политические отношения с другими странами, и наша страна будет процветать. Но ведь за безопасность отвечали полицейские. Почему полицейские в предыдущем правительстве, когда работали, не могли обеспечить безопасность в стране? Раньше у полицейских было много врагов. Воры, похитители людей, бандиты, талибы и так далее. Все они были против нас и хотели вред и людям, и нам, и государству. Но сейчас у талибов нет врагов. Люди боятся воровать и боятся грабить, потому что они знают, что наказание будет жестоким. Они боятся режима талибов и их наказаний. И никто не ворует, и никто не грабит. Я разговаривал с более чем 20 людьми в разных провинциях, и везде слышал примерно один ответ. Талибы – это безопасность. За 9 дней мы проехали свыше полутора тысяч километров по Афганистану. Ходили без охраны, ездили не на бронированном автомобиле, а на обычном такси, с обычным водителем. Наша группа не вставала на учет в российском посольстве, хотя это обязательно. Но тут наш косяк, просто не было времени, не доехали. Все деньги и документы постоянно находились в сумочке, которая висела на моем плече. Единственный раз, когда я слегка запаниковал, был на рынке в Кабуле. Альберт потерялся в толпе, и больше часа мы с переводчиком Каусом не могли его найти. Моему оператору помог парнишка, таджик из Паншера. Он отвел Альберта в салон сотовой связи, рассказал менеджерам о проблеме. Там гостю из России бесплатно выдали симку, закинули на нее деньги, и он вышел на связь. При этом таджик отказался от вознаграждения в виде предложенных долларов. Больше неприятных или опасных моментов не возникало. Можно было бы, конечно, нагнать жути ради хайпа, устроить маленький спектакль для подписчиков. В нашей жизни что-то угрожало, нас хотели убить и съесть, передвигаемся короткими перебежками. Справа ИГИЛ, слева Аль-Каида, спасите, помогите. Но зачем, если этого не было? Хотя видел тут ролик нацбола Валентина Никенова, который недавно побывал в Афганистане. Он рассказал, как его, наверное, хотел похитить таксист с каким-то еще афганцем. Но Валентин заподозрил неладное, увидев странный блеск в глазах, и спрятался на территории российского посольства. И спасли его там сами талибы. Возможно, его действительно хотели похитить, а может, у страха глаза велики. Да, в Афганистане при правительстве Гани было много банд, занимавшихся похищением людей. Воровали за выкуп даже женщин и детей. Особенно этим славился город Герат. Талибы, придя к власти, расстреляли и повесили несколько группировок. Сейчас основные проблемы у талибана, запрещенные в России группировки, с боевиками исламского государства, тоже запрещенные группировки. ИГИЛ для талибов стали тем, чем талибы были для предыдущей власти. ИГИЛовские смертники подрываются в городах. Боевики нападают на посты, устраивают засады. Талибан в ответ расстреливает всех, кого подозревают в связях с исламским государством. Что же касается воровства и грабежей в Афганистане, то тут быстро навели порядок. По-талибски. Мы стали свидетелями того, как толики поймали вора, пытавшегося украсть телефон. Парнишке повезло, талибы пока не жестят, и его просто поколотили, чтобы впредь неповадно было. Но один из основателей талибана, Мулан Ориддин Тараби, уже пообещал, что вскоре ворам будут рубить руки, как в лихие 90-е, если стоимость украденного составит больше 5 динар. Это 4,5 тысячи афганей или 4 тысячи рублей. Если же меньше, измажут лицо сажей, посадят на осла и пустят по городу. Это касается и взяточников. Уверен, в России такие порядки многие восприняли бы на ура. У нас же в стране тоже любят сильную руку. Но почему простые люди поддерживают талибан? Для этого нужно немного знать новейшую историю Афганистана. В 1973-м произошел переворот. Короля Афганистана Захиршаха сверг его двоюродный брат Мухаммед Дауд. Дауд был ярым националистом. Он давно хотел присоединить к Афганистану, населенный пуштунами север Пакистана. Чтобы афганские и пакистанские пуштуны, разделенные линией Дюранда, воссоединились. Но это, конечно, не понравилось Пакистану, который начал поддерживать афганскую оппозицию. Она состояла в основном из радикальных исламистов. Именно тогда, кстати, и зародилась та самая сеть Хакани. Исламисты подняли вооруженное восстание в нескольких провинциях. Но Дауда свергли в 1978-м местные коммунисты из НДПА, Народно-демократической партии Афганистана. Они и помогали ему прийти к власти. За год до этого Дауд встретился с главой СССР Леонидом Брежневым и сказал ему, что не позволит Советскому Союзу управлять страной. И так в апреле 1978-го убили и Дауда, и членов его семьи, и приближенных чиновников. Всего около 200 человек. Однако внутри афганской НДПА произошел раскол. В 1979-м лидера НДПА Тараки убил премьер-министр Хафизулла Амин. Спустя полгода уже Амина убил советский спецназ. Официальная версия, он стал сотрудничать с ЦРУ. Но это чушь. Амин просто сильно не нравился Брежневу. На место просоветского Амина поставили просоветского кандидата Кармаля. А потом Брежнев совершил огромную ошибку, отправив армию воевать в Афганистан. Потому что местные коммунисты уже не справлялись с маджахедами. Из-за Тула подростком успел повоевать с советскими военными. И помнит все их трещинки. Говорит, очень много использовали чарльз марихуаны. Чарльз ащищный? Что, советский гашиш? Гашиш чистый? Гашиш чистый? Да. Гашиш чистый или марихуана? Говорит, обменивали. На что обменивали? Да, тит табадула Микадан. Вот, писял грибов сходишь. Пуль надо же, Амрика пуль зато. Вот табадула Микадан. Они даже не меняли. Они очень, говорит, они были очень бедные. Армия, это не то, что американская армия. Советская армия. Да, советская армия. Они очень бедные были. Они тупо говорили нам. Даже не обменивали на что. Говорили, что давай найдите нам все, что есть. Не, не, найдите нам, ребят. Вот так, подружись. Становили колокольчик. А, иногда говорили, обменивали на патроны, либо на санмагазин. Либо на санмагазин. Ну, когда уже вообще, я так понял, воевал. То есть, очень многие курили гашиш. Да, гашиш чистый. Он говорит, ну, все, кто попадает сюда, и американцы тоже встали. Американцы тоже курили гашиш? Конечно, они обменивают на что-то хорошее. Те обменивают. Вот это я сам историю знаю. Что вот они тебе что-то говорят. Давай, на тебе вот эти часы там суперные. На тебе телефон. Вот, на тебе, ИПА. Виси мне это. Принеси, гашиш. Да. Изатулани Талиб. Он сторонник ИПА, исламской партии Афганистана. В 80-е во время войны с Советским Союзом маджахеды именно этой партии были самыми главными врагами СССР. Оружие и деньги им давали США и Китай. А пакистанская разведка укрывала на своей территории и помогала планировать военные операции. В лагерях маджахедов ИПА было самое большое число советских пленных. Партию по сей день возглавляет ее бессменный лидер Гульбиддин Хикматияр. Гульбиддин Хикматияр пример невероятного везения и хитрости. В 80-е он был другом США в войне против СССР. В 90-е был врагом талибов, воевал с ними, а затем скрылся из страны. Когда в Афганистан вошли американцы, Хикматияр поддержал талибов. За это ООН и Штаты внесли его в список террористов. В 2017-м он договорился со Шрафом Гани и вернулся в Кабул. Хикматияра вычеркнули из террористических списков. Сейчас его партия уже не обладает былым политическим весом, но сотрудничает с талибами в вопросах обустройства Исламского Эмирата. По словам Хикматияра, всего на него было совершено более 200 попыток покушения. Американские команды как-то нашли мое местоположение и окружили нас, чтобы уничтожить. Они были так близки, что я видел их и даже слышал топот шагов. Но спецназ в итоге не обнаружил меня. Всех покушений не перечислить. Однажды в Коран мне положили взрывчатку, но она не сработала. Это было еще при просоветском Наджибуле. В Афганистане Хикматияр известен по прозвищу кабульский мясник. А еще в Кабуле есть такая поговорка про людей, которые не думают перед тем, как сказать. Ты как Хикматияр, сначала выпустишь ракету, а потом думаешь, зачем ее выпустил. У этого прозвища и поговорки есть предыстория. В 89-м Афганистан покинули советские войска, а в 92-м лидеры маджахедов вошли без боя в Кабул и поделили между собой власть в стране. Юг забрал Хикматияр и его пуштуны. Северо-восток забрали афганские таджики, полевых командиров Ахмад Шаха Масуда и Бурхануддина Рабани. Север страны достался афганским узбекам под управлением генерала Дустума. В стране начался хаос. Каждая провинция и каждый город жили по своим законам. Мелкие полевые командиры и банды устраивали грызню друг с другом по любому поводу. Крестьяне начали массово выращивать опиумный мак, потому что за него хорошо платили. Долю с наркотиков имели вообще все. В 94-м Ахмад Шах Масуддых и Кматияр поссорились. Их войска вошли в Кабул и стали долбить друг по другу из всех орудий с перерывом на обед, не щадя дома и мирных граждан. По разным оценкам, тогда погибли более 17 тысяч жителей. После этого Хикматияр и получил прозвище «Кабульский мясник». Хотя справедливости ради, это же прозвище должно было достаться и Масуду. Вот тогда и появился Талибан. Принято считать, что это движение сразу было создано Пакистаном. Но это не так. В 94-м основатель Талибана Мула Амар жил на юге Афганистана. Он был главой простого сельского медресе. Это типа религиозная школа. К нему обратили жители Кишлака за помощью. Мол, местный полевой командир силой увез двух маленьких девочек. Мула Амар взял своих учеников, калаши и поехал на разборку. Девочек вернули, похитителей убили. После этого к нему стали приходить за справедливостью жители окрестных деревень. Мула Амар оплату за помощь не брал, но предлагал присоединиться к нему, чтобы строить общество, основанное на законах ислама. Его сторонников стали называть талибами, то есть студентами, учениками медресе. Всего за пару месяцев численность Талибана перевалила за 2000 человек. Тогда к Муле Амару и присмотрелись в Пакистане. План у пакистанской разведки созрел быстро. Талибан стали накачивать религиозными молодыми людьми, жившими в палаточных лагерях беженцев. Все они были пуштунами, привыкли к строгому разделению полов, не умели вести хозяйство, не владели ремеслами и не помнили время, когда в Афганистане не было войны. Но у них было главное. Вера в справедливость, основанная на жестком следовании законам шариата, которые им на свой лад трактовали преподаватели в пакистанских медресе. Талибы двинулись с юга, на ходу подчиняя и уничтожая местных полевых командиров. В 96-м боевики Талибана вошли в Кабул без боя. Ахмад Шахмасуд, Рабани и генерал Дустум скрылись на севере и основали Северный Альянс для войны с талибами. Хикматияр бежал. Первым делом боевики жестоко пытали и повесили последнего просоветского лидера Афганистана доктора Наджибулу и его брата. Они прятались в миссии ООН, но талибам было пофигу. Кстати, западные медиа тогда были лояльны к талибану, несмотря на его жестокие порядки. А Россия снабжала оружием своего недавнего врага, одного из лидеров Маджахеда в Ахмад Шаха Масуда, который оказывал упорное сопротивление талибам в Паншерском ущелье. В 2001-м взорвали башни-близнецы, и американцы потребовали от талибана выдать ему Усаму бен Ладена, организатора теракта. Мула Амар сказал, что Усама его гость, а гостей не выдают. США вторглись в Афганистан. Войска НАТО и Северного Альянса без боя вошли в Кабул. Кабул, если вы вообще заметили, всегда берется без боя. Жители его не защищают, вернее, никогда не защищают действующую власть. Талибы бежали в сторону Пакистана. Так началась 20-летняя американская оккупация. За 20 лет штаты и их союзники потратили в Афганистане 2,5 триллиона долларов. Большую часть, конечно, вложила Америка. Ежегодно, по разным оценкам, США выделяли около 100 миллиардов. Почти все эти деньги уходили в американские компании, связанные с оборонкой, частные военные компании, в различные фонды. Афганистан получал около 8 миллиардов долларов в год. И эти деньги сразу безжалостно разворовывались. В первые годы, когда сюда пришли вот эти все дотации, вся помощь, вот эта пришла, не совсем было понятно. То есть они ориентировались на то, что сколько стоит за границей, и не было понятно сколько здесь. То есть разрыв между вот этой суммой породил коррупцию, которая в дальнейшем стала как бы таким небольшим тормозом для развития. То есть деньги, конечно, были потрачены, но любой человек, который приедет в Афганистан, он будет задаваться вопросом, если здесь потратили столько денег, почему все еще страна в таком состоянии. Простые люди видели детей генералов и чиновников, которые меняют тачки, как перчатки, и ссорят деньгами в Инстаграме. Видели, как пропихивают сыновей и дочерей на хлебные должности. Как те же самые чиновники и генералы строят дворцы, как зарабатывают десятки и сотни миллионов долларов, контролируя бизнес. При этом для простых жителей Афганистана мало что изменилось. Большая часть людей проживала в тотальной бедности, помноженной на постоянный страх перед терактами, боевыми действиями и грабежами. Талибан же в своих проповедях делал акцент именно на коррупцию действующего про американского правительства, пропагандируя прекрасный Афганистан будущего без иностранных оккупантов. Именно поэтому, когда талибы в очередной раз вошли без боя в Кабул, не было ничего удивительного в том, что большинство их поддержало. Вывод в этой истории один. Если в вашей стране закон не защищает людей, слишком много бедных и слишком много дворцов, не удивляйтесь, когда к вам в двери постучится идеология талибана или похожая на нее идеология, но без религиозного окраса. В Афганистане разрыв между классами очень большой. Очень большой. То есть, если люди говорят о безопасности в том, что у него ничего не украдут с прилавка, это отдельный разговор. А если человек, который нажил состояние, у него бизнес с иностранными, какими-то странами, то он не чувствует безопасность того, потому что его инвестиции в Афганистан могут просто умножиться на ноль. Безопасность, опять же, я говорю, то есть для простых людей может, да, никто не угонит машину и тому подобное. Но по большому счету при нынешней ситуации потеряли все экономическое состояние страны, просто в коллапсе с Афганистаном сейчас. Как же Талибану удалось так быстро взять власть в стране? Вот так выглядела карта контроля территории в Афганистане в апреле 2021. А вот так в конце августа. Всего за 4 месяца талибы контролировали 390 из 407 районов страны. При этом еще в начале августа Талибан не контролировал полностью ни одной из 34 провинций Афганистана. А уже через 2 недели только 2 провинции избежали полного контроля. Но ведь незадолго до падения Кабула Джо Байден уверял журналистов, что этого не произойдет. Стенограмма той пресс-конференции выложена на сайте Белого дома. Журналисты спрашивают президента, неизбежен ли захват Афганистана талибами? И Байден отвечает, нет, потому что у афганских войск есть 300 тысяч хорошо оснащенных солдат, так же хорошо оснащенных, как любая армия в мире, и силы ВВС против примерно 75 тысяч талибов. Это не неизбежно. Затем журналисты спрашивают, доверяет ли Байден талибану, и если нет, то почему? И Байден говорит, это глупый вопрос, не доверяю, но зато я доверяю афганским военным, которые лучше обучены, оснащены и подготовлены с точки зрения ведения войны. Так что же случилось? Во-первых, талибам помогла дипломатия. В июне 2021-го толики еще малочисленные, их около 70 тысяч. Таким количеством было невозможно скинуть про американский режим. Тогда талибан при помощи Пакистана договорился с боевиками Аль-Каиды и исламского государства о совместном наступлении. Плюс талибы не перли на пролом, как в 90-е, а вначале встречались с мэрами городов и губернаторами провинций и вежливо делали им то самое предложение. Война и смерть, или сдаться и жить. Конечно, все выбирали жизнь. Первое, у нас не было 300-тысячного войска. Было очень много пустых войск. 300 тысяч – это на бумаге для американцев, чтобы бюджет давали. На деле максимум 150 тысяч было военных. Второе, наши войска привыкли воевать как американцы, когда в воздухе постоянно кружат беспилотники, которые по команде могут нанести атаку, а солдаты сидели и получали свою зарплату. Третье, в нашем министерстве обороны была колоссальная коррупция. Воровали на всем, на закупках еды, одежды, заработных плат и пайков военных воровались деньги. Вот пример, я владею птицефермой в Кабуле, так Минобороны при закупке курятины у меня воровали деньги. Даже когда погибали солдаты и на этом воровали, на их похороны выделялись деньги, которые тоже крали. Поэтому какой стимул у солдат воевать? И последнее, на высокие должности в Минобороны и в полиции назначали молодых ребят и девушек, в то время как те, у кого военный опыт 20-30 лет, должны были приходить и отдавать им честь. Представьте, молодой парень или девушка, пришедшая только на работу, получают высокие звания вплоть до полковника за полгода службы, тем самым нарушая порядок. Под предлогом того, что нужно вливать молодую кровь в государство или уравнивать в правах женщин и мужчин, делалось все это. Но сам смысл военной карьеры был нарушен. Вдобавок скажу, американцы не дали идеологию нашим солдатам. Зачем им было воевать против талибов, кроме как за деньги? И получалось, что наши солдаты шли воевать против своих же земляков, в то время как талибы воевали хорошо, потому что были уверены, что сражаются против иностранных войск и наемников этих иностранных войск. Даже у Америки было больше желания воевать, чем у нашей армии. И тараф наметаны с Ангизабата. Байден нас категорически настаивал, дважды упоминал, два или три раза в ходе небольшого телефона в разговоры. Он убеждал Ашрафа Гади, чтобы министром обороны был генерал Бесмилахан Махмади. И эту фамилию он назвал. И Ашрафа Гади сделал его министром обороны, на самом деле этого человека. И как потом выяснилось, в ходе уже второй половины июля, первой половины августа, когда, собственно говоря, началось стремительное падение режима Исламской Республики, именно генерал Бесмилахан отдавал приказы командующими армейскими корпусами Афганской армии в различных провинциях, в Гератье, в Мазари-Шарифе, в Джалабаде, в Ханагаре, без боя отдавать позиции талибам. То есть Афганская армия не бежала с пулей боя. Она не отступала. Она получила приказ от командования Министерства обороны Афганистана о сдаче своих позиций, включая все арсеналы, с огромным количеством оружия и припасов. А сдача их без боя талибам. Но зачем американцам нужно было сдавать страну талибам? Объясню своими словами то, что мне рассказывали в Кабуле разные высокопоставленные люди. Итак, Штаты давно готовят выход из страны. Эта война слишком затянулась. Деньги из американского бюджета тратятся колоссальные, но все разворовывается, и при всем этом американцев здесь ненавидят. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад рассказал недавно, что Штаты понимали, что проигрывают войну. Поэтому решили заключить сделку с талибами заранее, еще в 2018-м. Четыре американские разведслужбы подготовили доклады, в которых сошлись во мнении, что власть в Афганистане все равно перейдет к талибам. Но случится это не раньше, чем через год после ухода американцев из страны. Штатам было важно не потерять лицо, покидая страну. План заключался в том, чтобы уйти красиво, как страна-победитель. Для этого требовалось удержать при власти на максимально продолжительное время проамериканский режим Гани, чтобы весь мир потом не ржал. Мол, 20 лет вы что-то здесь мутили, а страна сразу рухнула. Ну и заранее подстелить соломку с талибами, чтобы они не жестили, а пришли в итоге к власти как можно бескровно. Поручить это США решили своему давнему партнеру, Пакистану. Ну а кому еще? С одной стороны Россия, с другой Китай, с третий Иран. Союзников нет. А Пакистан всегда имел влияние на талибан. Плюс Америка хотела руками талибов не дать усилиться в регионе, аль-Каиде и исламскому государству. Ну почему нет? У России есть типа такой же пример. ЧВК Чечня, некогда запрещенную организацию, сделали разрешенной и поставили задачу. Делайте, что хотите и как хотите, но чтобы тут был мир. А мы пошли. Деньги будем перечислять каждый год. У пакистанцев есть теория под названием концепция стратегической глубины. То есть суть заключается в том, что в связи с возможной, почти неизбежной, будущей войной между Пакистаном и Индией, скорее всего, пакистанские вооруженные силы не смогут долго сопротивляться индийским войскам на своей территории. Но в связи от того, что индийская армия более многочисленная, есть технологические преимущества и так далее. Поэтому для продолжения долгого, для продолжения войны с Дели, для продолжения вооруженного противостояния с Индией, пакистанцам необходимо будет отступить, куда-то отступить со своей территории. Если на карту посмотреть, то отступать, кроме как Абганистан, больше нет. И поэтому необходима вот эта стратегическая глубина. То есть глубина, куда они могли бы отойти, для того, чтобы продолжать в дальнейшем вооруженное противостояние с Индией. Американцы ушли из Афганистана, отдав Афганистан под контроль Асламабады. Фактически сегодня Афганистан превращается в пакистанскую колонию, соответственно, Талингу фактически выполняет роль аккаунтационной администрации Пакистана, которая сегодня действует по указкам из-за Асламабада, из Рабал-Пенди. Они полностью контролируются пакистанской разведкой, традиционно, как это было всегда. Но свое лицо США все равно потеряли. Несмотря на договоренности с Пакистаном и на отличный план по выводу войск, они вынуждены были бежать в десятки раз позорнее, чем некогда Советский Союз. Подвели партнеры. Афганцы считают, что пакистанская разведка взяла деньги у китайцев и у арабов на то, чтобы США хлебнули из лужи по полной. Талибам подогнали советников, вооружили, усилили коллегами из других запрещенных организаций и значительно ускорили наступление на Кабул. Китай у Афганистана очень интересен. Во-первых, тут невероятно богатые залежи медиа. А еще здесь самые крупные на планете месторождения лития. Лития – это батареи и аккумуляторы в телефонах, ноутбуках, электроавтомобилях и так далее. Это та самая зеленая энергетика, которая становится все популярнее в мире. Лития не так много. И по прогнозам Международного энергетического агентства через 20 лет спрос на него и на медь вырастет в 40 раз. А еще через Афганистан короче прокладывать железную дорогу в рамках глобального китайского проекта нового шелкового пути. У Афганистана нет шансов на спокойную жизнь, пока рядом есть Пакистан. Если даже не будет Талибан, Пакистан придумает хоть другую жахаринскую группу, которая будет заниматься тем же самым. Я еще раз вам подскажу, что главная причина афганского конфликта, афганского кризиса, это не потому, что афганцы между собой договорились с ним, они бы давно договорились. Вот пока не было Пакистана, афганцы вполне между собой договаривались. Когда была бредранская элита большая, и Пакистана не существовала. Афганцы вполне между собой спокойно живы. И никаких конфликтов между ними не было внутри. Афганистан был вполне себе стабильным государством. Но поскольку главные элементы в регионе Южной Азии, главным содержанием вообще политического процесса в регионе Южной Азии является противостояние между Индией и Пакистаном, это неснимаемый конфликт. Это как арабо-израильский конфликт-конфликт, который нельзя никак погасить. Надо ли уничтожить всех арабов или уничтожить всех евреев? Только в этом смысле можно как-то все примирить. Это нереально, это сделать нереально. Примерить их практически невозможно. Вот так и здесь Идию и Пакистан примирить невозможно. А поскольку примирить их невозможно, Афганистан будет оставаться разменной картой в этой игре. Поэтому Пакистан будет поддерживать свои группировки, Индия может начнет поддерживать какие-то другие группировки, как она поддерживала в 90-е годы Северный Альянс, например, и так далее. Кажется невозможным, чтобы Пакистан кинул Америку, а она просто утерлась. Ну а как Александр Лукашенко раз за разом швыряет Россию и при этом продолжает брать деньги? Сто миллиардов долларов Кремль уже потратил на соседа, а Александр Григорьевич чудит. То обвинит Россию в попытках переворота в Беларуси, то российских ЧВКшников из Вагнера задержит, то журналистов. А просто нет у нас больше партнеров на Западе. Остается нюхать картофельные клубни. Зато свой, давний, считается проверенным. Вот и у Америки здесь других давних партнеров нет. Деваться некуда. Ашраф Гани, как выяснилось, тоже вел свою игру. Ему приказали договариваться с талибами о детальных условиях передачи власти. Но он забил, потому что талибы в таком случае отодвинули бы его от американских дотаций. А делиться Гани ни с кем не хотел. Две страны, не буду называть какие, пообещали Ашрафу Гани, что после ухода американцев они будут поддерживать его режим в течение минимум 10 лет. И не дадут талибам прийти к власти. И по совету этих двух стран он, так сказать, обе ноги засунул в один сапог и пытался воевать до последнего. Он вообще мирные переговоры не рассматривал с ними. Гани настолько был уверен в договоренностях, что даже в президентском дворце говорил своим людям, мол, выборов уже не будет, потому что я останусь президентом еще на 10 лет. Говорил им не волноваться и заниматься своими делами спокойно. В Кабуле ходит такой анекдот. Грабители остановили мужика, сорвали красивый тюрбан с головы и попытались уже для себя скрутить чалму обратно. Мужик посмотрел на них и грустно говорит, забрать-то вы его забрали, но закрутить так же красиво, как это делал я, не сможете. Этот анекдот показывает отношение кабульцев к перспективам талибов построить государство. А есть ли вообще у них перспективы, если талибан не получит признание от мировых государств? После того, как талибы взяли Кабул, той финансовой поддержки, которую давала США, уже нет. И если талибы не получат легитимности, я думаю, даже очень слабая страна сможет легко создать большие проблемы талибану. Достаточно собрать пару командиров, которые выступают против позиций талибов, дать им очень небольшие деньги и ресурсы и создать для них где-нибудь в Афганистане место для сопротивления. И все, талибам придется тяжело. Но этот процесс может занять несколько лет. В то же время другие страны могут поддерживать талибов. Тем не менее, какое бы сопротивление сейчас не организовывалось против талибов, без вмешательства посторонних стран, это невозможно. В Афганистане подобные конфликты всегда организовываются с помощью третьих стран. И если талибы не получат вскоре легитимность, вероятность того, что вскоре появится государство, которое захочет спонсировать сопротивление, очень большая. Но легитимность можно и отложить. Главное для талибов понравится Америке, потому что там заморожены 10 миллиардов долларов афганского Центробанка, еще около 20 миллиардов, принадлежащих афганским физическим и юридическим лицам. С такими деньгами можно строить страну. И хоть в кадре талибан шлет США проклятие, за кадром шлет сигнальчики. Это, кстати, похоже и на Россию. Мы тоже публично ненавидим Америку, но всегда очень хотим сесть с ней за один стол. Кстати, а что ждет Россию после прихода талибана? Владимир Путин в октябре заявил, что мы готовимся исключить эту запрещенную организацию из террористических списков. На талибы не первый раз приезжают в Москву на переговоры. Спикер талибана Забиулла Муджахид заверил нас, что талибы не будут распространять свою идеологию за пределы Афганистана. Мол, у самих внутри сейчас проблем полно. Государство нужно строить, экономику поднимать. В Паншерском ущелье засела вооруженная оппозиция, которую никак не получается уничтожить. Но опасность может и не в самих талибах, а в их победе. Для многих радикалов по всему миру и внутри России она стала сигналом. К власти можно прийти только военным путем. Идеологи талибана на полном серьезе качают мысль, что раз талибаны победили армию США, значит именно они теперь самая сильная армия в мире. Вторая угроза беспорядки в Средней Азии. Казахи, узбеки, туркмены подружились с талибаном, а Таджикистан резко против. Потому что в Паншерском ущелье, которое вот уже два месяца талибы и военные советники из Пакистана не могут взять, воюют и живут таджики. И только не стесняются в методах подавления восстания паншерских таджиков. Талибан небезосновательно заявил, что Таджикистан вмешивается в дела Исламского Эмирата. Поэтому организация отправила на афгано-таджикскую границу усиленный контингент и почти месяц проводит там военные учения. Режим талибов, случится чудо, и он вдруг вот свои минусы обернет свои плюсы, и он устоит. Ну тогда Москва имеет с ним устойчивый контакт через поле Немида, через вот этих замечательных персонажей из Российского Министерства иностранных дел. А если талибы, что скорее всего, на мой взгляд, облажаются, и у них ничего не получится, ну тогда остаются люди в погонах, которые будут вместе с однополчанами по ОДКБ мочить в сортирах тех, до кого смогут дотянуться. То ли в Таджикистане, то ли, может быть, в приграничных районах Афганистана. В общем, там, где для Российской Федерации будут формироваться реальные угрозы. А такие угрозы будут формироваться. Я считаю, что наши военные, они в данном случае поступают очень правильно и мудро. Мне кажется, позиция сегодня российского силового блока, она более адекватная, чем дипломатического блока. Люди готовятся к худшему. Люди готовятся к худшему. В Афганистане всегда готовятся к худшему сценарию, потому что они, скорее всего, сбываются. Третья угроза – наркотики. Принято считать, что Талибан с самого своего появления имел долю с продажей и переправки героина. В 90-х, когда талибы пришли к власти, они разрешали крестьянам сажать мак, объясняя это тем, что иначе людям не выжили. Наверняка это так и есть. В Афганистане все участники конфликта всегда имели долю с героином. Но только талибам за всю наркоисторию страны удалось до минимума сократить выращивание опиумного мака. В 2000 году тогдашний лидер Талибана Мула Амар запретил крестьянам сажать мак. Нарушителей ожидало жесточайшее наказание. И всего за год площадь посевов сократилась на 99%. На 99% сократилась и поддержка талибов, обедневшими крестьянами. Потом пришли американцы, и уже за 7 лет Афганистан превратился в мирового поставщика героина. 90% наркотиков производят именно здесь. После прихода к власти новых талибов Забиулла Муджахид заявил, что группировка будет бороться с посевами, как и 20 лет назад. Эксперты полагают, что нынешний талибан не откажется от героиновой выручки в 400 миллионов долларов в год. За 20 лет талибы слишком прочно срослись с наркоэкономикой Афганистана. Впрочем, когда все говорят про наркоту, то обычно забывают, что первыми под удар этого кайфа попали именно местные жители. В стране 2,5 миллиона наркоманов, то есть каждый 14-й. Это один из самых высоких в мире показателей наркозависимости, вдвое выше среднемирового. Мост через реку Кабул. Если вы хотите узнать, где находится дно жизни в столице Афганистана, в Кабуле, то мы сейчас туда спустимся. Дно жизни – это пудари, наркоманы. Если вы идете по Кабулу и видите мужчин, сидящих на корточках и укрывающихся тканью, можете не сомневаться. Это пудари. Под мостом ужасно воняет. Мусор никто не убирает, и он скапливается по всему берегу. Течет по реке. Но пудари, то есть наркоманов, это не беспокоит. Продолжение следует. Самандару 40 лет. Он хазареец. Это такая народность в Афганистане. Каждый его день – день сурка. Сначала нужно заработать на дозу, потом купить ее, потом раскуриться. И так по-новому. Самандар зарабатывает, собирая мусор, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Субтитры создавал DimaTorzok. Это все он сдает на одном из пунктов по приему мусора. Нынешний улов Самандара – 10 афганей. Но это уже второй мешок, собранный к полудню. За первый он выручил 100 афганей. Этого хватит, чтобы купить дозу. Дилер особо не скрывается. В 20 метрах ходят талибы, но они пока не жестят. Максимум отберут все, что есть, и дадут пинка, или огреют самодельной плеткой. Теперь Самандар спешит под мост. Его путь пролегает мимо улицы, на которой сидят пударщики из другой группировки. И Самандар ускоряет здесь шаг. Другая группировка состоит из пудари, которые недавно подсели на наркоту. Поэтому у них больше сил, чтобы отбирать деньги и героин у таких доходяк, как Самандар. Но пройдет пару лет, и они тоже перекочуют под мост. Других естественных врагов у пудари пока нет. Самандар благополучно возвращается к своим бро. Кусок фольги, зажигалка, героин и зажеванная пластиковая трубочка. Все, что нужно Самандару для счастья. Пудар курят, нагревая фольгу. Купленной дозы хватит на два приема, то есть на 8-10 часов. По Вене я наркотик не использовал, но те люди, которые по Вене пускают, там оно экономнее выходит. Потому что раз по Вене дал, и 24 часа в сутки у тебя приход. А это надо курить постоянно и потихоньку. Если ты привык, то можно раз в 4-5 часов вот так вот еще и еще курить. Постоянно. Первый раз Самандар попробовал наркотик 7 лет назад, после того, как убили его брата. Тогда Пудар предложил друг. Самандар покурил, и горе куда-то исчезло. Спустя 3 месяца привык. Теперь тело ломят постоянно, если не покурят. Он как-то лечился в клинике, потом полгода не употреблял, но снова подсадили друзья. У Самандара есть мать, братья, жена и двое детей. Но он не видел их вот уже год. Мужчина переехал в Кабул из своей провинции, потому что здесь легче найти наркоту и достать на нее деньги. Сейчас везде продают. Мы будем очень рады, если дилеров закроют талибы, чтобы мы не могли найти Пудар. А сейчас это как конфеты. Везде, на каждом углу можно найти очень дешево. Если поймают талибы, какое наказание вас ждет? Говорит, они нас смотрят, что у нас теперь есть наличие. Мы говорим, что у нас наказание будет. Или что есть при себе в наличии, они смотрят, все, что есть, такое незаконное, они этого выбрасывают. И в основном ничего не идет. То есть человек много сопротивляется, сопротивляется, за ним бросают воду. Просто воду бросают? Да, просто воду бросают. А потом, если несколько раз попадется? Они говорят, смотри, для начала мы тебя предупреждаем, чтобы ты бросал наркоту употреблять и ехал в свою провинцию. И когда ты приедешь в свою провинцию, мы там тебя вылечим в твоей провинции, говорят. Если нет, во второй раз попадаешься, то они уже в воду бросают. Спустя месяц после нашего отъезда талибы устроили под мостом антинаркотический рейд. Тут задержали 150 пударщиков и отвезли в клинику имени Абецена. Здесь их будут лечить 45 дней. Этот рейд талибы устроили для журналистов. Нужно было показать внешнему миру цивилизованное лицо в борьбе с наркоманией. Но гораздо эффективнее, как показывает талибская практика 90-х, бороться с наркоманами по старинке, плетью, дубинками и угрозами. А это видео уже не для журналистов, а для внутреннего потребителя, чтобы знали и боялись. Талиб говорит одному из наркоманов, если снова будешь курить наркоту, прострелю голову. Евгений Ройзман и город без наркотиков ставят лайк этому видео. Жизнь наркоманов Пудари мы снимали в седьмой, наш последний день в Кабуле. Исламский эмират Афганистана тогда еще не открыл аэропорт для международных перелетов. И мы с Альбертом собрались вернуться так же, как приехали. То есть доехать до Хайратона и перейти афгано-узбекскую границу. При выезде из Кабула замечаем большой пост талибов. Захотелось поснимать. Я замечаю, как за семь-восемь дней нашего пребывания Талибан изменил подход к пиару. Теперь интервью на постах дают только командиры. Правда, это нововведение коснулось лишь столицы. В других провинциях Толике попроще. А на этом посту командир по имени Имранула сразу отодвинул молодого бойца. Имранула говорит по-английски. Окончил 10 классов в Кабульском лице. Боюет уже 15 лет. Побывал во многих боях. Трижды ранен. Знает линию партии, знает главного врага и отвечает чётко. В руках у Имрануллы американская винтовка. Но он, конечно, предпочитает калаш. Однако приходится ходить с тем, что дают. В Афганистане сейчас трофейных американских винтовок больше, чем калашей. Наша дорога проходит через горы Гендукуш, самые высокие в Азии. Их высота может достигать 6-7 километров. В 80-е по краям этой дороги и в горных речках валялись сотни сожжённых БТРов и танков советской армии. Если вы видели советскую кинохронику, то вас здесь, в Афганистане, не будет покидать чувство дежавю. Помните эти кадры? По обочинам дороги взорванная, расстрелянная советская военная техника. Танки, БТР и БМП. Теперь на смену советской технике пришла американская. Вот этот вот хамвей, я не знаю, что с ним случилось, но ребятам, которые в нём сидели, явно не повезло. В горах Гендукуш находится и знаменитый перевал Салангсова, тоннеля. В самом начале, когда мы ехали в Кабул, то застали его ночь. Не было возможности нормально поснимать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Перевал Саланг На то, чтобы его преодолеть в горах Киндукуша у нашего водителя уходит где-то 2,5-3 часа А мы въехали только что в тоннель Саланг, стратегический автодорожный тоннель Чем он знаменит? Знаменит тем, что строили его советские специалисты еще в 60-х годах Вообще советские специалисты, конечно, много чего построили здесь в Афганистане Вузы, заводы, ГЭС Но Саланг стал одной из ключевых таких вот построек Почему? Потому что соединил северную часть и центр страны В 90-х, когда была гражданская война между Северным Альянсом и Талибами Этот перевал взорвали, чтобы талибы не прорвались на север А потом, в 2002-м, американцы это все расчистили Но не удосужились проложить здесь нормальный асфальт И он высокогорный, здесь закладывают уши, но это не самая большая неприятность Самая большая неприятность, это здесь невероятная тряска и пыль Но наш водитель Джан А, он просто давит на тапочку конкретно И это немного стрёмно, почему? Потому что я, честно говоря, боюсь остаться здесь с пробитым колесом Или с какой-нибудь там сломанной ходовой Надеюсь, ничего не случится Где-то здесь, между тоннелями Саланга, стоит памятник советскому солдату Сергею Мальцину Кстати, единственный в Афганистане памятник чужеземцу, который устоял при маджахедах, старых талибах и проамериканской власти Мальцину было 19, когда он погиб В ноябре 1985-го рядовой ехал на КамАЗе Саланг на проблемных участках узок и опасен Если машины движутся на скорости, счет идет на секунды, и там не развернешься На выезде из тоннеля солдат увидел, что навстречу ему несется груженный афганский автобус На крыше которого сидели человек 20 крестьян с детьми Между машинами были считанные метры, и затормозить не было никакой возможности Рядовой направил свой грузовик прямо в скалы, прекрасно понимая, что шансов выжить у него практически нет В противном случае его КамАЗ смел бы в пропасть встречную машину вместе с сидящими на ней афганцами Сергей был единственным сыном у своих родителей Хоронили его на родине в Нижегородской области, в закрытом цинковом гробу Отец Мальцина гибель сына пережить не смог и вскоре умер Позже, после ухода советских войск, афганцы провели к памятнику трубу И сделали фонтанчик с родниковой водой Говорят, что за 36 лет не было ни одного случая попытки взорвать или осквернить Первая остановка после перевала Саланг возле кафе в провинции Баглан, в местечке Газагел Здесь Джанага всегда моет машину после пыльной дороги и обязательно перекусывает В меню здесь плов, чай, кабоб, лепешки наон Хозяева кафе ведут нас к туши барана Показывают, что зарезали его к полудню Все свежее Возле кафе стоит американский хамвей с белым флагом Значит, здесь пост талибов Они охраняют свое медресе и мечеть Мы поговорили с Саидом Василием Он отучился 11 лет в лицее К талибам примкнул в августе Не воевал Мечтает стать мулой Соцсетями не пользуются мессенджерами тоже Главный враг для него страны Запада Россия – друг Как обычно, талибы предлагают выпить с ними чай и поесть Но уже скоро вечер, нам нужно ехать дальше Изначально план был такой Успеть доехать до Хайратона до того, как границу закроют и перейти ее Но в дороге было так много всего интересного Что мы останавливали водителя каждые полчаса, чтобы поснимать В итоге граница уже была закрыта, поэтому план поменяли Решили доехать до города Мазари-Шариф И заночевать в какой-нибудь гостинице или машине Но снова сильно припозднились И в итоге остановились на ночлег в городке Айбак Провинции Саманган У афганских татар Хозяин этого дома – Зафаруддин Татар Он работал депутатом в Самангане при правительстве Гани И преподавал в университете Мазари-Шарифа Татары появились в Афганистане еще при Тамерлане Воевали в его войсках Потом при царе татары из Казани через своих местных земляков Прокладывали торговые пути в Китай и в Индию Ну и последнее переселение в Афганистан произошло после революции в 1917 Когда часть татар бежали в Турцию, а кто-то и сюда Сегодня они не помнят свой родной язык и говорят на дари и фарси Талибы проанализировали, что тогда в 90-х народ был изнеможден войной Безграмотен, испуган, и они по-другому воздействовали на афганцев А за этот 21 год в Афганистане многое поменялось Многие люди получили образование, просвещались, кто-то побывал за рубежом, прошел там обучение И сейчас талибы видят и понимают, что если с людьми начнут жестоко обращаться, то народ это плохо воспримет Сложно пока оценивать и сравнивать прошлых и нынешних талибов Сейчас стало спокойно, стало безопасно, нет убийств и грабежей, и это хорошо Эти талибы не такие жестокие, как предыдущие Но то, что нынешние делают, это показуха или нет, время покажет Либо они потихоньку отомстят всем, кто служил при прежней системе Либо они помилуют всех и по-другому настроят свою политику ко всем нациям, проживающим в Афганистане Также пока в политике талибов напрягает отношение к женщинам Их стали не допускать к работе, кое-где не допускают к учебе Но ведь они также раньше получали образование, старались И, конечно, хотелось бы, чтобы талибы, какими они были 21 год назад и какие они сейчас Чтобы они прогрессировали и допускали к социально-политическим процессам женщин и девушек Чтобы все могли свободно мыслить, свободно высказывать свое мнение Татарская диаспора в Афганистане насчитывает полтора миллиона человек И среди них очень большой процент образованных и активных в социальной жизни людей Большинство из тех, например, кто сидит в этом доме, говорят по-английски Знают три языка Сам Зафаруддин имеет кучу дипломов Он инженер-энергетик, политик, вел передачу на местном радио Занимается смешанными единоборствами Но теперь, как и многие, сидит без работы Сегодняшние реалии таковы, что все наши знания, приобретения, опыт Оказались вне конституции и вне политической жизни страны Все, что мы приобрели, оказалось никчемным и невостребованным в нынешних реалиях Хочется теперь взять и все это сжечь Потому что нет почвы для реализации этих знаний Это самая больная тема для нас Мы, образованные жители страны, не можем реализовать свои знания Участвовать сейчас в социально-политической жизни страны И помогать развивать ее Афганские татары занимаются земледелием И свою продукцию, орехи, цитрусовые, обычно продают в Иран и Индию Но сейчас логистика нарушена и урожай гниет Генеральный директор благотворительного патриотического фонда «Мусульман России» Рустам Хабибуллин сообщил недавно Что члены татарской диаспоры стали продавать детей, чтобы пережить предстоящую зиму А она в Афганистане очень суровая До Хайратона три часа пути По дороге мы несколько раз останавливаемся, чтобы снять дюны на рассвете Они красиво разукрашены узорами следов местных обитателей Мышей, насекомых По утру песок спрессованный, крепкий, и ты не проваливаешься по щиколотке Уъездные ворота в Хайратон Одновременно это и последний пост с талибами в нашем путешествии Хаджи Мусафир – командир этого поста Он родом с юга, из Кандагара Учился в Медресе В Талибане 8 лет Хаджи – пулеметчик и гранатоменчик Любимое оружие – пулемет Калашникова и российский РПГ Воевал в провинциях Баглан, в Кундузе, в Мазари-Шарифе Есть в WhatsApp Соцсетей нет Машт closет? Машт не приятный момент Машт может быть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!